Всем привет! Меня зовут Илья Исков. Уже несколько лет я занимаюсь 2d анимацией и ригингом в Toon Boom Hard. По этим направлениям сотрудничаю с российскими и зарубежными студиями, в основном на сериалах. Также занимаюсь популяризацией программ компании Toon Boom и консультирую по работе в этих программах. За несколько лет накопился приличный опыт, которым я и хотел бы поделиться со всеми желающими. В этом мне помогает школа аниматоров, благодаря которой, собственно, и родилась идея создания этого курса. Курс, который я буду вести, посвящен ригингу 2d персонажей в программе Toon Boom Hard. Это курс базовый, он состоит из одной ступени, но, тем не менее, знаний, полученных на этом курсе, будет достаточно для того, чтобы вы смогли проанализировать персонажа, дизайн персонажа, создать риг персонажа, создать библиотеки для последующего производства анимации. Мы детально рассмотрим виды ригов в зависимости от дизайна персонажа, анатомию персонажа, этапы создания, необходимые инструменты для работы, этикеты риггера, тонкости организации рабочего процесса и попробуем создать свои персонажа со всеми необходимыми элементами управления. Этот курс может быть интересен как начинающим, так и более продвинутым 2d аниматором и 2d риггером. В общем, для всех тех, кто хочет прокачать технические навыки и понимание программы Toon Boom Hard. Жду всех желающих на своем курсе, приходите, будет сложно, но интересно. Здравствуйте, уважаемые коллеги, это онлайн школа анимации Animation School, это очередной открытый вебинар. И актуальный интересный разговор, введение в производственный риггинг, а риггинг-то имеется в виду в программе Toon Boom Harmony. Да, 2d пакеты активно наступают на пятки 3d приложением, появляются всякие элементы, которые раньше были присущи только всяким 3d штучкам. Есть много желающих им обучиться уже и в 2d пакетах. И я думаю, что Илья Яськов, 2d аниматор и 2d риггер нам много чего интересного про это расскажет, хотя вначале я думаю, что нам интересно узнать, собственно, о нем. Илья, привет, тебе слово. Добрый день, добрый вечер. Меня зовут Илья Яськов, я занимаюсь 2d риггингом, 2d анимацией, вот, и пришел я к этому довольно, так скажем, непросто. То есть я всю жизнь профессионально занимался совершенно другими делами, то есть я был графическим дизайнером, вот, и по образованию, и по специализации, вот, и всегда вот анимация и 2d риггинг, скажем так, тогда я слов такого не знал, то есть для меня это было хобби, вот, я пытался какие-то делать проекты, то есть я занимался, то есть мы просто изучением, вот, все начиналось с изучения программ, и я всегда думал, что изучив программу, ты, наконец, научишься делать мультики, вот, ну, что-то получал, что-то нет, начиналось все со флэша, вот, и, собственно, TuneBoom меня подкупил где-то там, это было, скажем, в начале 2000-х годов у них вышла программа такая, была очень простенькая, TuneBoom Studio, она такая, там, версии 2.0 была, или 2.5, какая-то самая-самая-самая первые выпуски, вот, и я случайно попал на в AppGeek'е проводилась презентация продуктов TuneBoom, вот, как раз была презентована TuneBoom Studio, и тогда была, вместо Harmony, вот этой навороченной, была программа, которая называлась TuneBoom Opus, по-моему. Дело в том, что у них на протяжении этой истории там периодически вот эти названия менялись, то есть там Opus, Digital, Solo, то есть они там совершенно разные были названия у них, вот, сейчас все это объединилось в TuneBoom Harmony, и есть у них вот эти вот базовые там версия Essential, и более продвинутые Premium. Вот. Опять же, вот, занимаясь GravDesign, то есть я изучал какие-то допуски, пакеты, я, в общем-то, не было возможно, скажем так, еще не было этой эпохи YouTube, и было сложно находить вообще информацию, то есть были какие-то мануалы на английском, были какие-то, скажем так, отрывки видео, все, была еще такая не очень большая скорость интернета, чтобы это прям потоку видео закачивать и засматривать, вот, но потихоньку все это развивалось, и стала более-более доступна эта информация, вот, и то есть я никогда не думал, что это как-то вылезет в какую-то профессию, то есть я думал, я вот что-то буду там интересоваться, то есть, ну, как вот хобби, как просто потихоньку-потихоньку буду вот, и что-что-нибудь, да когда-нибудь да выйдет из этого, ну, вот и вышло в итоге, то, что буквально там с начала этого года я полностью завершил карьеру GravDesigner, то есть я больше не занимаюсь там ни логотипами, ни всякой полиграфией, ни рекламой, ничем таким, и сосредоточился на на вот непосредственно как бы риггинге и 2D анимации, то есть я сейчас как раз занимаюсь анимацией у Ирины Волиной, учусь, и потихоньку прокачиваюсь еще у различных канадских специалистов, которые работают в индустрии, очень мощные там женщины, как ни странно, вот, которые, в общем, рассказывают про всякие секреты ремесла этого, вот. И, то есть, ну, несмотря на то, что это было хобби, интерес у меня был большой, и какие-то начали появляться, ну, определенные успехи, то есть я какие-то стал делать даже рекламные ролики, какие-то коммерческие продукты, завел небольшой канал на Ютьюбе, вот, и периодически стали приходить с разными вопросами, как сделать это, как сделать то, стали поступать какие-то предложения от каких-то частных людей, от студий, то есть и все это потихоньку, вот в последнее время очень много, вот за последний год уже появились, появилось такое направление риггинг 2D, вот, и, то есть, раньше этого не было так ярко выражено, то есть, ну, понимали, что нужно для того, чтобы что-то заанимировать, надо это что-то как-то сделать, вот. Если там с рисованной анимацией это понятно, то с перекладной анимацией уже, как бы, есть определенные трудности, потому что, ну, Flash, например, он позволяет, ну, он более распространенный, поэтому там очень много и уроков, и много информации по нему было, а по Тумбуму было очень мало всего, вот. Ну, и постепенно, постепенно, вот, то есть уже количество предложений, количество каких-то, скажем так, ну, в основном, да, предложений, которые позволили сделать вот уже свою мечту, уже реальной профессии, где можно так вот серьезно как-то себя как специалист показывать. Вот, ну, параллельно я еще очень люблю делиться знаниями, то есть это у меня там с YouTube каналом связано, и вообще я просто, ну, стараюсь помогать людям, которые этим интересуются. Дело в том, что я сам по себе знаю, что это было всегда, ну, так, довольно тяжело находить информацию, так вот спросить у кого-то не было просто возможности, потому что, ну, просто не у кого было спрашивать. Вот, а единственное, по каким вот предметам я учился, по этим, ну, вот ресурсам, скажем, по которым я учился, это были, ну, сначала мануалы, потом уже YouTube-каналы. Вот, по YouTube-каналу я могу вот сразу просто, ну, как бы раз мы тут разговаривали, о таком вот самостоятельном изучении, есть некоторое количество... Я сейчас экран расширю. Я, воспользовавшись паузой, напомню нашим новичкам или просто забывчивым зрителям, что если вы хотите задать вопрос Илье, то, пожалуйста, оформляйте его, написав капсом слово «вопрос», двоеточие, а потом уже содержание вопроса. Но я вижу, что опытные зрители уже пишут вопросы, должным образом оформив. Это приятно. Скажите, а вот видно сейчас экран, да? Да, видно. Экран видно, да? Да-да. С человечком. С человечком вполне узнаваемым. Да, я понял, все отлично. Я просто хотел так вот, ну, показать некое количество просто ресурсов, которые, в принципе, доступны для самостоятельного изучения. Вот, но дело в том, что самостоятельное изучение, это, конечно, требует большого количества времени. Это окольный путь, и я вот, пройдя этот путь, я, конечно, потерял очень много времени. В связи с тем, что просто, ну, не было куда, некуда было податься. То есть непонятно, есть такая профессия, нет такой профессии, с чего начинать, в анимацию, не в анимацию идти. То есть все было интересно, все было, все было неизведанное. Вот, ну, сейчас, конечно, очень благодаря вот таким школам онлайна есть возможность быстро получить знания и максимально вот эффективно. Вот. По поводу вот самостоятельной, как бы, истории всей, ну, с появлением YouTube это стало проще, конечно. Во-первых, есть официальный сайт TuneBoom, например, и здесь есть у них разделы, где они предлагают к вниманию, значит, специалистов и начинающих людей, студентов, различные образовательные программы. То есть это могут быть и вебинары от различных специалистов из индустрии. Вот. Могут быть какие-то просто отдельные мастер-классы, уроки, как сделать там то, как сделать все. То есть этого тоже полно всего. Вот. И, ну, копится это потихоньку, все это дополняется. Вот. Тоже можно это все смотреть на официальном сайте. Есть неплохая возможность, например, получи такое более, скажем, ну, более поэтапное образование на самом сайте, такое, которое дает сертификат. Вот. Это курсы по программам Storyboard и вот Harmony в трех видах. Вот. Здесь можно зайти и по порядку проходить все вот эти, как скажем, уровни, сдавать задания. Ну, и в идеале там можно получить какой-то сертификат, который, ну, вроде как, котируется на приустройство работы, хотя он не является определяющим, но такой, как бы, маленький плюсик будет, если вы там где-то пытаетесь за рубеж строиться. Вот. Потом YouTube. Ну, здесь могут быть различные ресурсы совершенно. Я вот такой специфический, например, тумбум скриптс, а здесь я просто изучаю какие-то вещи, связанные с тумбумом, которые используются в риггинге. Вот. Дело на простое, это надо сказать, потому что у меня, например, нет какого-то специально-технического образования или технических мозгов, то есть я все-таки гуманитарий, но какие-то вещи, которые по зубам мне связаны со скриптингом, я стараюсь применять. Но дело в том, что вот в рядовой работе такой вот, в конвейерной, да, в сериалах, а, как правило, эти вещи, они не нужны, потому что очень большой набор инструментов и возможностей уже есть в программе заложено, и каждый, с каждым годом программ, ну, тумбумщики, они, конечно, там наворачивают всю эту историю, все время добавляют какие-то новые фичи. Вот. И там очень прекрасная эта история, я просто общался с Дэнилом Сантосом, это представитель тумбума в Европе, он, кстати, был на последнем слете аниматоров, он там рядом со стендом тумбум был, вот, и, в общем, он рассказывал о том, что принято у тумбума получать фидбэки от студий, которые работают в этой программе, и на основе этих фидбэков делать какие-то новые улучшения, то есть, что-то исправляется, начиная там от интерфейсов и заканчивая какими-то фичами. Очень часто какие-то очень секретные фичи, которые используются на отдельных проектах, вдруг перекачивают в инструменты тумбума и становятся уже такими рядовыми инструментами. К примеру, там, деформеры перекочевали там из My Little Pony, то есть, вот этот инструмент, который используется там, бомсы, то есть, из Wings перекочевали, вот, ну, и много чего, то есть, происходит, и все это постоянно обновляется, живет, в общем-то, ну, инструмент такой потенциально очень-очень продвинутый, вот, и уже сейчас можно делать какие-то невероятные вещи, там, есть мастер-контроллеры и куча-куча всего, вот, дальше, ну, если говорить по остальным каналам, то это дело вкуса, то есть, есть просто сильные, сильные какие-то более-менее ребята, которые делают и показывают, как это все происходит, как создавать персонажа, как его шевелить, что с ним дальше делать, как сохранить, ну, и так далее, вот, есть специалисты, которые там занимаются чем-то, там конкретно, вот, например, этот парень, он делает FX, скажем, аниматор, и он делает риги эффектов, ну, то есть, такая специфика тоже, вот, ну, и так далее, то есть, в принципе, есть официальные вот эти каналы, опять же, тумбомские, где тоже можно какие-то найти какие-то мастер-классы и все остальное, ну, в принципе, все эти ссылки, они есть и на сайте, все эти видео можно через сайт найти, ну, и так далее, то есть, в основном, конечно, ресурсы на английском языке, вот, и в этом есть определенная сложность, потому что есть техники, техническая такая специфика, да, то есть, важна поэтапная работа, то есть, вот те этапы, которые проходят в производстве, при работе с ригом, они очень важны, то есть, можно посмотреть это все на экране, да, повторить, воспроизвести это все дело, а потом, когда сталкиваешься с, ну, скажем, с реальным производством, то возникают проблемы, связанные с тем, что просто начинается какая-то или потеря времени, или просто, ну, скажем так, непонятно, как организовать эту работу, то есть, таких советов в интернете можно не найти, на самом деле, вот, вот, и поэтому сейчас я плавно перехожу к курсу, вот, по поводу, как бы, я сейчас расскажу немножко о курсе, который планируется, да, о том, как я вот, как это вообще возникла идея, немножко о ригинге вообще, в принципе, вот, может быть, там какие-то вещи покажу немного, вот, и в конце, может быть, там под, ну, под раздачу вопросов я буду отвечать на вопросы, так вот, и, может быть, там, при вас сделаю какой-нибудь несложный риг, я не знаю, там, может быть, свинку Пепа, например, да, что, просто такой челлендж, вот, как-то так, вот, значит, переходим от себя, я уже перехожу непосредственно к курсу, я, поскольку сам сейчас являюсь студентом, то есть, я сейчас на втором курсе у Ирины Голина учусь, вот, и мне это позволило выйти на какой-то более новый уровень, в плане, вот, и вообще индустрии, это и понимание каких-то вещей технических, вот, но я еще параллельно, вот, занимаюсь ее коллегой, продвигаюсь именно по ридингу, вот, она, я так понимаю, супервайзер на каких-то там крупных студиях, на крупных проектах, типа, Рика и Морти работает, вот, и занимается вот именно технической, технической частью, вот, и от школы поступила, я со школы первый раз был связан, я пытался пройти курс по 2D анимации, но это было в 14-м году, и я, к сожалению, не смог закончить, то есть я прервал обучение там в связи с, скажем так, экономическим кризисом, вот, потом, эта история возобновилась, когда меня попросили поучаствовать в слете аниматоров на стенде Тунбум, то есть это у нас российские представители есть Тунбум, Марат Буршов, вот, с компанией, там, архитект дизайн, по-моему, вот, и они представляли программу Тунбум, и я вот был, скажем так, один из презентующих программ, рассказывающих там о каких-то фичах, вот, это было относительно аниматоров в прошлом году, вот, потом я все-таки решил перейти уже на какой-то более такой профессиональный уровень и прокачаться по анимации 2D, потому что все-таки у меня все мои, весь мой опыт, он такой опыт самоучки, то есть, да, меня берут на проекты, да, мне дают какие-то, может быть, не самые страшные, славно сложные сцены, вот, но все равно как-то хотелось немножко подняться в образовании, подтянуть вот эти скиллы все по анимации, ну, и потихоньку просто это вывело к тому, что, ну, технических знаний хватает, их хоть вагон, а вот каких-то вот умений там в анимации их мало, вот, но тем не менее вот было предложение там не без, так сказать, не без участия Ирины, сам Голиной, вот предложение по поводу вот организации этого курса, вот, о чем курс будет? Курс будет посвящен исключительно 2D-регингу, вот, сейчас камеру включу, чтобы видно было у меня, так, так, меня видно, да? Да, да, на экране видно, по поводу курса самого, значит, это базовый курс, дело в том, что эта тема очень такая сложная, да, и курс, он делается впервые, вот, у меня самого есть небольшой опыт образования, ну, и вообще, в принципе, я люблю как будто это дело, то есть, заниматься таким просветительским делом, вот, курс, курс базовый, то есть, он будет посвящен первичному освоению инструментов, будет посвящен вещам, таким связанным больше организационным, больше связанным с пониманием того, как устроен персонаж, на что нужно обращать внимание, вот, как строить свою работу, то есть, я буду рассказывать про всякие лайфхаки, которые нужны в работе, чтобы ускорить процесс, чтобы сделать его более продуктивным, я буду, значит, делиться какими-то, может быть, ригами, какими-то секретами, вот, скриптами, которые могут пригодиться, и так далее, все те вещи, которые, в принципе, из которых состоит эта, скажем, назовем ее профессия, да, вот, ну, и, собственно, хотел бы в итоге получить от студентов какой-то более-менее законченный риг, который, в принципе, можно будет положить в портфолио, показывать на студиях, там, если, или там, если есть желание там, участвовать в каких-то проектах, чтобы было, было понимание, вот, дело в том, что риги еще очень разные, то есть, каждый проект, он требует своего подхода, да, то есть, есть определенная стилистика, которая очень сильно влияет на структуру персонажа, вот, нодовую, очень сильно влияет на те возможности, которые вообще с ним можно делать, то есть, насколько он хорошо трансформируется при работе, насколько он удобен аниматорам, вот, бывают очень сложные риги, которые, ну, так вот, по большому счету очень сложно сдвинуть неопытным людям, неопытным аниматорам. Бывают риги простые, которых просто недостаточно, чтобы сделать какой-нибудь ракурс к персонажу или поднять или согнуть как-то тело. То есть очень много нюансов, которые, в принципе, они решаемые все, но не надо быть тут идеалистом. То есть все равно Риг помогает, но он не дает полной свободы аниматора. То есть это скорее, он упрощает жизнь аниматора. Вот. И задача Ригера — это сделать такой, ну, грамотный, скажем, интерфейс, грамотную структуру, грамотно оформленную вот эту вот нодовую сетку, где другой Ригер или сам аниматор может залезть и найти все, что ему нужно, и понять. Вот. Что еще? Ну, по курсу я предполагаю, что он будет теоретическая часть, где я буду просто показывать что-то, рассказывать какие-то тонкости прямо в режим реального времени. Дополнительно, вероятно, все будут еще дополнительно будут видео, всякие уроки. Вот. И вторая часть занятий будет посвящена разбору сделанных работ, которые будут присылаться студентами. Вот. Что еще хотел сказать? По поводу вообще состояния индустрии, да, то есть я, вот я из своего угла, я на фрилансе работаю, и я, может быть, не, у меня нету такого полного охвата всей индустрии, да. Я знаю, что очень много есть студий, которые специализируются на ригинге в Хармонии. Ну, даже не специализируются, а одно из направлений, скажем так. Есть отдельные талантливые ребята, с которыми я вот уже имел удовольствие пообщаться и поделиться тоже каким-то опытом. Ну, они друг с другом поделились. Вот. Что складывается? То есть у нас индустрия, она немножечко, ну, я не скажу, отстает от общей какой-то мировой тенденции, но она немножечко имеет свою специфику такую. Она очень доморощенная, она очень, то есть люди с собственным опытом, с собственным пониманием делают и делают и делают какие-то риги, вот. Где-то что-то подглядывают, где-то что-то как-то сами комбинируют. Очень такой творческий подход во многом, то есть с собственным пониманием. Вот. То, что я общаюсь, например, с зарубежными коллегами, да, то там есть понятие индустрии такое очень развитое. Там ничего случайного не делается. То есть там очень много уделяется вниманию тому, как сделать этот риг наиболее употребимый в производстве, чтобы его можно было легко исправить, чтобы можно было, то есть при переносе проектов в библиотек не потерять ничего. Вот, то есть чтобы эти проекты сами были легкие, то есть они чтобы легко рендерились, чтобы сами библиотеки не весили там гигабайты, а были компактные, вот, при этом были максимально удобные и гибкие для аниматоров с любым уровнем, как бы, умением. И у нас это все-таки такое более такое, я не знаю, не скажу творчество такое, а такое оно очень, очень самобытность такая присутствует в нашем ригинге. Но оно не лично смысла во многом, потому что у нас это опирается на такие очень тесные связи с аниматорами. Иногда сами люди, которые анимируют на проектах, они занимаются этим ригингом и, ну, очень неплохо разбираются в этом деле. Вот, но из-за того, что это приходится сочетать как-то с анимацией, то есть они смотрят это больше со стороны аниматора, а не со стороны ригера, да, и тут есть такой некий перекос, который, ну, он такой индивидуальный, в общем, то есть кому-то это подойдет, кому-то нет, кому-то так удобно двигать деформеры, кому-то нет. То есть это, ну, такая специфика уже исходящая от этого создателя. Вот. Наверное, впереди ждут какие-то довольно большие изменения вообще в этой индустрии, потому что сейчас прорыв какой-то, вот в последний год-два произошел в плане вообще появления Тумбума в России, он стал более тут узнаваемым, больше специалистов появляется, больше людей интересуется, гораздо больше, чем там 3-5 или там 10 лет назад. Вот. И, ну, потенциальная, потенциальная, это очень-очень как бы мощная штука, то есть это такой адский комбайн, в котором можно делать, ну, очень разные вещи, то есть можно рисовать по кадру в анимацию, сделать окошко себе с таймлайном и с экраном рисования или экраном камеры и просто сидеть рисовать с удовольствием. Вот. Делать там, рисовать ключевые позы, все это анимировать, рафы всякие рисовать, все прочее. Можно сидеть, сделать себе, такой, перенастроить, сделать его комбайн по изготовлению ригов, то есть работать с нодвей системой, там со всякими... фишками с этим связано, с эффектами, со всем прочим. Есть специалисты, которые программируем заниматься в... Ну, в том году, то есть просто открываются панели редактированных скриптов и все, и там в Яве делаются какие-то кнопочки или какой-то там дополнительный функционал для программы, или, может быть, даже экспрессион, который там участвует в анимации сама. Вот. То есть это такой мощнейший-мощнейший инструмент, который позволяет, ну, довольно серьезно разделить такой в студии труд, да, то есть сделать разделение труда. Вот. Ну, и привлечь специалистов с разными навыками, с разным складом ума, вот, и технарей, и программистов, и художников, которые только вот по зогу сердца вот только ваяют, рисуют и оживляются чисто линии свои. Вот. Это как-то так. Вот. Ну, вообще, зачем нужен Рик, да, то есть в каких случаях он нужен? Ну, естественно, это касается в основном каких-то серийных производств, сериалов, может быть, полнометражек, то есть там, где участвует большое количество народу, и там, где необходима высокая скорость работы, и довольно-довольно качественный, качественный контент. Вот. Просто на некоторых, скажем так, на некоторых проектах, может быть, использован Тунбум, может быть, и неуместно. Бывают какие-то очень простые вещи, которые можно там сделать, быстрее будет во флешинге. Вот. И тут нужно понимание, то есть это экономики проекта, да, то есть люди, которые организуют какой-то проект, они должны понимать, найдут ли они специалистов на Тунбум, найдут ли они ригеров на Тунбум, вот, и смогут ли они вообще организовать всю эту работу в Тунбуме, потому что это такая, ну, такая определенная особенность есть в работе с этой программой, то, что недостаток специалистов есть определенный. Вот. Риги, конечно, помогают в работе, позволяют быстро-быстро создавать при помощи потом этих ригов лейаут, и лейаут, который потом быстро анимируется. Все это, ну, происходит прямо фактически, не скажем, мгновенно, но довольно быстро. Вот. И сама возможность анимации в Тунбуме, она, конечно, позволяет делать очень деликатные вещи, очень тонко, отрабатывать работу с формой, работу с, ну, скажем, с анимацией, с таймингом, то есть можно делать очень-очень тонкие вещи. Вот. Я, наверное, сейчас что-нибудь покажу. Вот. Пока можно какие-то вопросы пособирать, а я сейчас буду потихоньку просто уже на экране показывать какие-то вещи, ну, и так, возможно, что-то рассказывать. Да, друзья, напоминаю, для вопросов у нас существует чат нашего YouTube-канала Animation School, а также вы можете их писать в нашей группе ВК, там тоже есть трансляция. Я вопросы ваши аккуратно собираю и потом в подходящий момент буду их задавать. Оформляйте, пожалуйста, ваш вопрос, адресованный для Ильи, написав капсом слово вопрос, потом двоеточие, потом содержание вопроса, для того, чтобы можно было отличить его от обычных реплик. Так. Вот если говорить там об особенности работы вообще рингера, чем он вообще занимается, то есть как специалист? Ну, во-первых, он в работу получает, как правило, это model sheet или какие-то вот разработки такого плана. То есть я сейчас просто набрал из интернета таких случайных картинок, вот. Но дело в том, что я не смогу вот ни в рамках курса, ни сейчас показывать свои, скажем так, коммерческие проекты, потому что это у меня там подписка, у меня разглашение, поэтому я не смогу вам ни производственные риги, ни какие-то даже вот раскадрушки эти все показывать, вот, потому что проекты еще в некоторых, еще не релизились даже. Вот. Но имеется в виду, что в работу поступает эскиз или такой более проработанный, или более совсем драфтовый, вот. Как правило, это вот или обкаткой называют, или там model sheet, будет, в общем-то, фигурка, которая разворачивается там на 180 градусов, может быть, там, шесть вариантов, может быть, я имею в виду, четыре, там, два разворота, в зависимости от того, насколько навороченная нужна эта история. Бывает, что просто какой-то персонаж эпизодический, и он только фронтально появляется там, да, и там тогда этот разворот, он не нужен. Вот. Бывают модели, которые более, более продвинутые, там уже идет из спины, из три четверти со спины. Ну, это обычно это вот пять, пять таких разворотов достаточно для того, чтобы сделать полный разворот. Дальше неплохо бы вообще, ну, в принципе, если так вот делать проект, неплохо бы еще какую-то получить историю, связанную с эмоциями персонажа, то есть желательно, чтобы художник там, кто занимается концептами, кто занимается дизайном персонажа, и чтобы представлял какой-нибудь, скажем так, ну, такие эскизики, на которых персонаж гнется, выгибается, смеется, грустно, веселый, в профиль, в анфас, то есть некий набор. Просто эти вещи позволяют, ну, больше, лучше проанализировать эскиз, и понять, что вообще с ним собираются делать, как его собираются мять, жать, сквошить, стречить и так далее. Вот. И это сильно влияет потом на само производство, вообще на понимание того, ну, из каких элементов это все будет состоять, какие будут деформеры применяться, где и как, какие текстуры. Вот. Ну, и желательно, конечно, чтобы это все было в цвете, вот, потому что, ну, под каждого персонажа создает свою уникальную библиотека, вот, которая является уникальной только для этого персонажа, и она уже не перекочевывает в другие персонажи, то есть у него только вот за ним скрепленные цвета. Вот. Часто еще необходимо эмоции. Эмоции бывают дополнительные, просто делать с библиотекой эмоций. Бывает, ну, липсинг, то есть синхронизация губ, и тогда отдельно еще рисуются ротики различные, сказать, с открытой, различной степени открытой, чтобы можно было гласные открывать при диалогах, вот, и закрывать согласные. Веселые, грустные и так далее. То есть они, в общем, наборы могут сильно отличаться по объему своему. Вот. Также, если, например, руки делаются, да, то есть в библиотеке рук, они могут быть, в принципе, разделены по пальчикам, то есть ты можешь, в принципе, делать персонажу, которому можно шевелить каждый палец, а можно сделать так, чтобы просто подставлять уже готовую, готовую ладошку со стопырными пальчиками там в различных позах. Вот. Это, если говорить, в принципе, о том, с чем приходится работать. Дальше, если делается какая-то сериальная история, или там делается несколько, да, вот, кстати, тоже, например, эмоции. Вот. Дело в том, что ригет, вот, как раз эти позочки, он не делает, он просто поглядывает и просто знает, что нога будет так гнуться, рука так, хвост так будет выворачиваться, что его, в таких случаях его могут положить в таком ракурсе, где-то он может так выглянуть, ну, и так далее. Вот. То есть, сам, сам продукт риггера в конце, он выглядит просто как вот обкатка. Вот я, например, вот этот персонаж, который я делал для слет-аниматоров, это, собственно, маскот школы. Вот. То есть, это обычно это такая вот вращающаяся марионеточка, вот, у которой все это поделено на составные части, вот, все это шевелится, все это можно применить, все это деформер, вот, какие-то библиотеки рук могут быть, но здесь, я не помню, здесь, по-моему, здесь все было, а, здесь я делал пальцы, да, я делал отдельно пальцы, и можно было, можно их было вот так вот, то есть, собрать, там, то есть, сдвинуть пальцы и сделать какое-то, в общем, положение кисти, как, как нужно. Вот. Вот, то есть, в итоге, это получается вот такая, может быть, обкатка, вот, все это складывается в библиотеке, иногда отдельно делается голову, отдельно руки, отдельно могут быть ротики, вот, присутствовать, вот, но в любом случае, все это неплохо бы перед тем, как передать аниматорам, протестировать, то есть, это желательно все это отсмотреть, вот, я тоже буду на курсе рассказывать, как заниматься вот этим контролированным процессом, дело в том, что, ну, очень много нюансов, за которыми надо следить, и просто иногда голова кругом, и, ну, просто что-то можно упустить, вот, и про то, как вот фиксировать все всякие возможные, скажем так, ошибки даже, вот, где, в каких местах ожидать, вот, я тоже буду рассказывать на курсе, вот, ну, и, в принципе, если адекватная команда, да, то можно передавать какие-то рабочие варианты ригов, да, то есть, можно отправлять их на согласование там, команде, которая там занимается, кто там супервайзер, или кто там главный, какой-то аниматор, режиссер, не знаю, кто там, куадит проектом, вот, и, в общем-то, аниматоры желательно, ну, желательно просить аниматоров, чтобы они тестировали, до того, как это все в производство пойдет, чтобы они погоняли эту марионетку, чтобы посмотрели, что им нравится, что им не нравится, то есть, и, исходя из этого фидбэка, получить, получить фидбэк, и на основе этого фидбэка уже сделать какие-то правки, внести до того, как у вас началась эта адская работа, создание какого-нибудь сериала, например, вот. Да, если использовать с вами несколько персонажей, неплохо было бы, чтобы они все были масштабированы, то есть, если мы делаем там какой-то разных по росту персонажей, чтобы они, соответственно, были выверены, то есть, приходит, например, вот JPEG, да, какого-то размера, желательно, чтобы каждый персонаж соответствовал масштабу своему, вот, потому что по нему уже идет отрисовка, вот, и потом бывает довольно сложно трансформировать это в некоторых случаях, чтобы это все было, ну, идеально потом выглядело все вместе, вот, поэтому это комплексный подход, и он требует, конечно, такого, ну, комплексного, ну, изначально, чтобы входящая задача была тоже решена комплексно, вот. Что еще тут по этому рассказать? Ну, дальше просто идет уже такая рутинная работа, постепенно. Я сейчас, может быть, еще пару-тройку ригов просто покажу. Вот, и тогда я сейчас возьму и какой-нибудь простенький там вот, риг такой просто буду делать и слушать ваш вопрос тогда и попробовать отвечать одновременно. Так, вебинар. Зрители, которые нас смотрят в группе ВК Анимейшн Клаба, а вы знаете, что вы тоже можете занимать, задавать вопросы в чате? Интересно, что вопросы в чате YouTube-канала посыпались и чат группы пока помалкивает. Может, у них задержка на пару часов просто? Эфирная. Друзья, вы откликнетесь, как вы нас слышите, видите, нет ли задержки случайно на пару часов? имеются в виду те, которые смотрят нас в группе ВК Анимейшн Клаба? Вот, но это риг учебный, который я делал для, собственно, для курса анимации, чтобы там сделать походку для него. Вот. Сам процесс риггинга, он, ну, такой, довольно рутинный по большому счету, но он не требует таких усилий, как, например, анимирование сцен. То есть, если, скажем, сравнивать с анимацией, то есть, ну, это разные, конечно, вещи, то есть, нельзя это сравнивать, но я имею в виду просто само ощущение от работы, оно очень сильно тоже отличается. Вот, то есть анимация, она требует погружения для того, чтобы все там хорошо получалось, то есть нужно переживать там вместе с персонажем, то есть надо следить там за микродвижениями, за микро, какими-то вот мимикой, за, чтобы там не было каких случайных действий, чтобы все было гладко, понятно и своевременно. Вот. В ригинге, конечно, здесь такая немножко, ну, я не скажу, тупая, она такая более рутинная работа, она связана с тем, что нужно сидеть и очень внимательно анализировать, отслеживать, делить персонажа. Ну и в итоге приводить это все, сейчас, минуту, сейчас, момент. Вот. И приводить все в соответствии. Вот. Вообще, риг, он выглядит вот так вот. Ну, к примеру, то есть один из вариантов, это считается такой, ну, приличный риг, который можно, в принципе, допилить немножко и его можно, в принципе, использовать в индустрии. Здесь есть определенные, определенные закономерности, то есть у нас все это делится по слоям неким таким, визуально. Средний слой, вот этот, это все изображения, которые мы рисуем. Вот. верхний слой, вот это зеленые, зеленые вот эти вот прямоугольнички ноды, это пеги, так называемые, то есть это контроллеры, которые цепляются к картинкам, и за эти контроллеры потом, ну, двигаем, в общем-то, персонажи. Вот. Даже, я бы неправильно сказал, это не контроллеры будут, а точки вращения, то есть это точки привязки, к которым цепляются вот эти графические визуальные элементы. Здесь же находятся вот такие группы, которые являются деформерами. Это те самые приятные штуки, за которые, в общем-то, любят тумбом. Это когда можно взять и простую перекладочную, скажем так, штуку нарисованную, ее можно приятненько так вот погнуть, пожмякать. То есть, при том, что это, в общем-то, простая как бы перекладка, да, можно сделать неплохой захлест у этого хвоста. То есть, или там ушки подвигать так, чтобы они покачивались там при походке. То есть, в общем-то, аниматору было бы приятно, я думаю, работать с подобными наворотами, да, то есть, можно там какие-то полуодежды, там, текстурки где-то подвигать, вот эти вот всякие висящие штуки, то, что захлест и доводки всякие делать. Вот. все это, вот в общем-то, находится здесь. Здесь определенная логика, то есть, она связана вообще с пониманием как бы персонажей, то есть, что к чему крепится, к чему руки крепятся, руки тоже как устроены, там, в зависимости от, вот в зависимости от того, как и структура, здесь это может картинка сильно меняться. Вот. В нижней части, вот здесь вот уже, вот в этой части, здесь идут композиции, при помощи которых мы собираем, ну, группируем, скажем так, наши руки, ну, в общем, все детали, все конечности, тоже начиная от самых простых, то есть, это палец, кисть, там, рука, верхнее тело, часть тела, нижняя часть тела, и так далее. Вот. И все это к одной общей композиции приходит. Вот. А здесь еще используется, здесь самое сложное, это, конечно, создание вот различных масок, с различных автопатчей, и то, как одна форма уходит в другую, так, чтобы это было безупречно, то есть, чтобы не было каких-то там, ненужных линий, не вылазило нигде, чтобы все это работало так вот предсказуемо и приятно, то есть, чтобы, например, вот, крутили руку, к примеру, да, вот здесь у нас никакой вот штуки не вылазило. Сейчас я включу режим рендера, здесь вот локоть, он немножко тут отъехал, вот, но это визуально, просто это особенность OpenGL в том доме. Вот. На режиме рендера все это смотрится более идеально. оверлапчик такой приятненький, то есть, все, все, все чисто, все хорошо. Вот. Но для того, чтобы это все нормально работало, вот, для этого нужно, конечно, вот в нодовой в той структуре пройтись и сделать необходимые манипуляции, то есть, о которых я тоже буду рассказывать вот на своем курсе. Вот. Так, сейчас все что-нибудь покажу. Ого-го, чат-вк отозвался прямо хором. Эхом. Да, слышим, видим, мы тут, мы, мы слушаем, внимаем. Так, вот, прекрасно. Сейчас я попробую открываться. вот, и я, конечно, оказался такой, поскольку это пожелание, то есть, вообще, идея этого курса, она довольно неожиданно возникла, я сейчас сам, в общем-то, так скажем, нагружена учебой, и я, в общем-то, ну, прямо, голова сильно больше стала за последние, там, пару месяцев. Вот. И нет у меня, знаете, вот прямо такого вот идеального какого-то рига, чтобы вот такой блеснуть, потому что производственно, я говорю, я их не покажу вам, вот, ну, покажу то, что вот, то, что я, ну, просто для себя какие-то вещи отрабатывал, ну, сапожный, без сапог, в общем, эта ситуация типична. Вот. Это я под влиянием игры, который называл Cuphead, я просто это пытался какой-то тут некие такие стилизации делать, сделал такой вот странный автопортрет, но была задача в основном опробовать вот такие вот выносные контроллеры, вот, для того, чтобы можно было пробовать там цеплять их и хватать руку. Вот. Ну, кроме этого, там еще существуют различные деформеры, вот, то есть все это в таком виде. Вот. Здесь у меня нет библиотек, там особо, может быть, там, если приблизить, можно, например, там веки немножко пошевелить, таким образом. Вот, можно пошевелить брови там. вот так. Вот. Все, волоски. Вот. Ну, это из разряд таких, скорее, просто поисков, просто каких-то интересных решений, может быть, просто эксперименты, вот, как делать какие-то вещи узловые. Вот. Поэтому здесь одна поза, и здесь, в общем-то, нету этого разворота, да и как бы не надо было особо. Вот в этом случае. поясните про мастер-контроллс, кто-то спрашивает. Я вот не уловил, это по мотивам вот только что услышанного, наверное, если сейчас. Мастер-контроллс, это одна из новых фич, они вот там с 15-й версии внедрили мастер-контроллс на курсе скорее всего до создания. На самом деле, я очень надеюсь, что будет более продвинутый курс, что я не буду объяснять, какие кнопки нажимать, а буду больше там вот именно по каким-то более сложным вещам как бы проходиться. Вот. И мастер-контроллер мы, скорее всего, затронем вот так эпизодически, просто попробуем, может быть, там на примере какой-нибудь создадим голову, может быть, или какого-нибудь простого, какого-нибудь дроида, может быть, такое, что-нибудь простое, не очень сложное, и попробуем применить этот мастер-контроллер. Дело в том, что там это скрипт, который применяется к библиотеке различных, сейчас я попробую найти, где-то было с презентацией. сейчас момент, у меня с презентацией Harmony была, то, что я показывал на слете как раз. Вот, это такой инструмент, который позволяет вроде как упростить жизнь при выборе каких-то элементов из библиотеки, то есть, это такой слайдер, который навешивается на голову, например, и можно, как это в 3D, как в Maya, то есть, двигая такие рычажки, просто менять мимику, менять, брови двигать, вытягивать лицо или что-то еще. Ну, смотря, что заложишь в этот мастер-контроллер. Вот. Единственное, конечно, вот я просто спрашивал там, например, у наастранских, я говорю, вот у нас, говорю, у нас пока каменный век, у вас-то как там мастер-контроллер, то вы уже там все на мастер-контроллер делаете. Они говорят, ну, пока это в силу того, что уже там отлаженный производство свое, да, то говорят, что это такая больше маркетинговая история, да, вот она интересна потенциально, как бы, вот на ней уже какие-то даже делаются проекты, сериалы даже какие-то там собираются персонажи, но потенциально, то есть пока очень мало информации по такой внятной работе по своей мастер-контроллер. Сейчас попробую. мастер-контроллер. Мастер-контроллер. Дмитрий Анисимов. Похоже, что не видно, не слышно, только вам. Ищите проблему у себя. А кого там? Кто-то, кто-то чего-то не слышит? Да, вот Дмитрий Анисимов пожаловался. Не видно, не слышно, пишет. Ну, я не знаю, там можно как-то помочь человеку. Я просто нет. Нет? К сожалению, я думаю, что вряд ли. Вряд ли. Во всяком случае, с изображением, со звуком мы ему вряд ли поможем. Придется ему самому как-то выкарабкиваться. А вот уже пишет «Все в порядке». Прекрасно. У вас такие чудеса прекрасные на этом вебинае творятся. Так. Сейчас я попытаюсь найти. Надеюсь, что это будет. Ну, вот. есть некое количество фич, которые в 15-й версии появились. Это вот констрейны, которые ближе к 3D-анимации, когда можно, например, на готовый риг наложить такие точки, которые могут любой-любой риг увязать и, например, сделать недвижимые ступни или там привязать рук, чтобы ее не отлавливать в каждом кадре. Если он упирается персонаж на что-то. Так. сейчас я одну секунду, я просто плохо знаком, так вот сразу это все найти. да, если говорить, например, про курс тоже, да, поскольку инструмент большой, очень много функционалов всякого, очень много окон, вот, мы для того, чтобы нам немножко так сосредоточиться именно на ригинге, я не буду рассказывать очень много обо всем на свете здесь, да, то есть даже то, что касается используемых библиотек, вот, каких-то элементов, она вот у ригера примерно вот достаточно вот этого всего, при том, что здесь очень-очень много всего, очень много каких-то элементов, вот, то есть все это в большом количестве, это для 3D-связки есть различные блоки, есть комбинирование и так далее, то есть здесь много-много всего, но я вот для себя выбрал такой вот набор и он меня полностью устраивает в работе вот, вот. В чате нашей группы ВК спрашивает, будет ли запись этого стрима, да, после окончания стрима он будет выложен на нашем YouTube-канале Animation School, заходите туда, там вы увидите и этот, и все предыдущие на самые разные анимационные и околоанимационные темы. вот, я в общем-то там не без некоторых усилий вызвал вот эту панель, но дело в том, что это они изначально скрыты, вот эти рычажки, вот, и для того, чтобы этим пользоваться, их надо активизировать, вот, обычно это вот, ну, при помощи вот этой клавиши делается, но надо изначально найти. вот, вся магия вот этих контроллеров тем, что очень-очень-очень-очень-очень все приятно двигать, то есть ты берешь за одну точку и у тебя ты не в библиотеке ищешь вот эти положения голов, а просто двигаешь голову, как будто если это было бы там 3D-голова, но реально это просто плоская марионетка и все это изменение происходит за счет того, что, ну, где-то морфицы, где-то частично просто подбираются из библиотеки необходимые положения этой головы, то есть реально, то есть это таблица, где ты сначала располагаешь так голову, потом ротики, потом еще что-то, то есть изначально подготовка довольно такая сложная, вот, но после того, как все это настраивается, вот такое происходит волшебство, то есть здесь можно там сразу двигать глазки, двигать там, вот, то есть можно двигаться, то есть там создается определенная шкала, которая отвечает за эмоции, за ротики, за какие-то, вот, прям, зрачки у меня тут, раз, и такие стены, вот, то есть такая штука, но это на самом деле такой уровень довольно навороченный, вот, и я, честно говоря, такого запроса вот в нашей, вот в отечественной индустрии еще не слышал, как бы, чтобы это все нужно было кому-то, потому что, ну, с этим работать надо кому-то, да, то есть должны быть аниматоры, которые, ну, готовы работать с такими вещами, и должны быть, конечно, художники, которые готовы будут, ну, скажем, довольно значительную подготовительную часть провести, вот, потому что здесь, ну, ригер, конечно, это все настраивает, да, но вот понимание, как это все, это развороты головы делаются, это должно исходить уже непосредственно от самого, самого там дизайнера или художника, кто там отвечает за внешний вид персонажа. Вот, вообще крутая вещь, конечно, я про нее расскажу, покажу, как это все связать. Вот, ну, мы, конечно, такой наворот не будем делать, потому что это трудоемкая довольно история, вот, что-нибудь, что-нибудь более компактное, что-нибудь более простое, но такое понятное именно, как это работает. Вот, что еще хорошее здесь есть, есть вот из, ну, из новых вот этих вот фич есть констрейны, вот, то есть это те штуки, которые можно накладывать на обычный риг и, например, привязать ему пятки к полу, да, чтобы его можно было целиком двигать и он стоялся как вкопан, то есть чтобы у него там никаких скольжений не было. Вот, можно делать на один объект, две, три, пять точек привязывать и трансформировать уже более сложные, то есть, то есть это, по сути, пеги, но, который позволяет трансформировать более сложно персонажа, ну, или персонажа, или просто формы даже какой-то. Так, вот, что с этим не задалось, я не знаю, сейчас я попробую еще раз. то есть это, серьезно, по горячим следам вопрос, при режиме с контроллерами программа подтормаживает или она сама по себе очень... вообще, да, вообще контроллеры, она так, нет, программа, у меня еще просто, поскольку тут стримится, все, но нет, программа, в принципе, вот у меня не очень, как бы, мощная машина, я бы сказал, номер 775 сокет вообще, правда, хороший там прот стоит, и карта, видео нормально, но, в принципе, вот при анимации у меня проблем нету, контроллеры, да, контроллеры, они там прям ресурсоемкие очень, поэтому, наверное, и в индустрии пока очень с осторожностью на них поглядывают, то есть я вот на таком массовом применении не видел. Сейчас есть какой-то, по-моему, сериал Доктор Ху анимационный там вот делают, там что-то, да, что-то как-то используют, это все дело. Я тут сломал все. Ну, да ладно, я сейчас тогда буду потихонечку делать такой небольшой рик, я буду рассказывать просто поэтапно, как, как, что делается. Для примера, я просто взял сам простого, узнаваемого персонажа свинку Пеппу, вот, не забанят вас там за это, за эксклюзивность, нет? Ну, как мы не будем фрагменты мультфильма показывать, то вряд ли. Ну, да ладно, я тогда это начну, и можно тогда какие-нибудь вопросы задавать, я буду так вот спокойно. Кстати, вот по свинке Пеппе у нас уже есть вопрос, сколько нужно времени для того, чтобы сделать рик для такого персонажа? Для какого? Для свинки Пеппе и, или, не или, а для свинки Пеппе сколько нужно времени, и сколько нужно времени для такого персонажа, как Май Литтл Пони? Ну, Май Литтл Пони там очень сложные риги, вот, несмотря на всю простоту этих персонажей, там, а я не видел производственные, я просто знаю людей, которые работали с ними и которые делились вот, ну, просто пониманием того, как все это устроено, там непростая история. Был момент, когда, там, антагонисты вот этих Литтл Пони, я уж не знаю, как их там правильно называют, вот, они были очень сложно сделаны изначально, и, то есть там, на любой каприз аниматора, то есть, фактически все это делалось, вот, и они были очень сложно сделаны, и потом в производстве столкнулись с тем, что не успевают график рабочий, и это было проблемой такое. Вот, я не знаю, вот я с канадцами тоже общаюсь, большие навороченные риги долго делаются, то есть там могут неделями, месяцами даже некоторые вещи, вот, но там делается все очень безупречно, то есть там, ну, то есть, не придерешься. У нас, к сожалению, просто в силу того, что экономика не позволяет делать долго, и какие-то очень глубокие сложные риги, ну, просто экономика проекта, да, ну, у нас есть там, бывает, что и за день, и за два делаются персонажи, и вот у меня, тут я сейчас на сериальном проекте на одном с Алексеем Лебедевым, ну, там по-разному делаются, бывает, что там за день, бывает, что за пару дней делаются, вот. Понимаете, тут зависит от того, сколько там разворотов, да, сколько деталей, сколько в библиотеке, каких деталей, вот. Хорошо, если вся библиотека приходит, ну, то есть, она, скажем так, то есть готовая, то есть нарисована, а бывает, что приходится самому Риггеру все рисовать, то есть, все эти эмоции, там, то есть тебе дают, там, одну картинку, и пони, ты должен понять, как у меня там зубки, какие у меня там язычки и все прочее, то есть, очень-очень-очень предсказываем все пока, вот, ну, то есть, можно долго делать, можно долго, вот, вопрос, оплатить ли вам потраченные, там, неделю или две на, как бы, это в адеквате, вот, а значит, я приступаю к работе, вот, я сейчас буду рассказывать, что я делаю, значит, во-первых, конечно, изначально готовится рабочая область, как правило, поскольку мы не анимацией занимаемся, не нужен огромный таймлайн здесь, то есть, здесь нужно, его можно сократить, сделать вертикально, вниз ему подставить еще каких-нибудь окон, которые там иногда нужны, иногда не нужны, вот, и, в общем-то, ну, обычная ригерская, ригерская рабочий стол, он, вот, выглядит вот так вот, то есть, здесь камера, not view, желательно, конечно, чтобы они, ну, одновременно были, сейчас я, я просто еще работаю сам на двух мониторах, у меня один монитор, планшет, вот, я на нем что-то рисую, иногда какие-то детали, да, вот, и нодовая структура у меня отдельно, просто в отдельном окне, вот, я сейчас просто из второго окна ее перетяну, вот, но обычно она у меня отдельно, потому что она бывает очень огромной, и вот, ну, здесь теснится с остальными окнами, очень тяжело бывает, вот, значит, первое, что я делаю, это, конечно, заношу в проект самоизображения, вот, так, вот, я взял такую картиночку, нашел в интернете, вот, здесь есть различные способы, просто импортное изображение, вот, в нашем случае можно выбрать векторный формат, то есть он его из растре превратит в вектор, вот, есть там изначальный исходник векторный, бывает он в SVF формате, то есть в флешо формат, бывает иллюстраторский формат, AI, расширение, вот, можно в PDF формате закачать, можно причем слои соблюдать, можно не соблюдать, то есть можно это, в принципе, в зависимости от ловкости и умения вообще пользоваться этим импортом. Так, здесь, поскольку он, как бы, воспринимает цветную картину, как текстуру, мы ему делаем подтверждение. Вот, дальше, значит, следующий этап, какой у нас? Это у нас будет основа, вот, ее можно, в принципе, подвинуть куда-нибудь в удобное место, увеличить, уменьшить, то есть, ну, подготовить так, чтобы с этим было удобно работать, вот, и можно, в принципе, сразу заблокировать, вот, чтобы мы уже сюда в эту штуку не влезли, вот, поскольку у нас эта свинка, она такая ядреная, да, чтобы у нас глаза не болели, сразу же с первой минуты, можно сделать, скажем, такую штуку, как, так, где у меня нодовые, 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 так, я вот сюда перенесу, сделать прозрачность, так, 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 вот этот модуль, вот, и, собственно, я к свинке и применила, вот, он сделал ее немножко потусклее, можно здесь, в принципе, сбавить еще, вот, для того, чтобы просто слегка читаемый силуэт был, вот, также изначально, когда создается, ну, в принципе, и в анимации, и там в ригинге, желательно использовать искусственный фон, который называется Color Card, то есть, ты создаешь такую вот подложку, она где-то там на дальнем, в фоне находится, то есть, это же 3D пространство, да, и она где-то там на задворках стоит, то есть, ее, в принципе, не цепляешь, но тоже, на всякий случай, можно ее заблокировать, вот, это подготовительная такая история, для того, чтобы начать уже планировать, что мы дальше будем с этой свинкой делать, так еще поярче сделаем, вот, дальше, как ни странно, можно начинать не с рисования, а с создания некая структура, ладно, пусть 50 будет, вот, прямо здесь, прямо вот, не в окне камеры, а в окне нодовой вот этой структуры, мы начинаем, или можно, в таймлайне, в принципе, без разницы, нам нужно сразу сделать необходимое количество элементов, то есть, это будет, в таймлайне это слои, а в нодовой структуре это будут кирпичики, вот, значит, здесь, в принципе, вот в последних версиях это стало очень удобно делать, потому что это все, ну, не нужно открывать и закрывать каждый раз окно, чтобы создать новый слой, вот, значит, что начинаем, ну, давайте назовем body, то есть, мы начинаем с тела, то есть, по сути, я прохожусь, смотрю на эту свинку и задаю те слои, которые у нас будут впоследствии ее составлять, пока ничего не рисую даже, вот, дальше клавиша control R и здесь появляется такая панелька, здесь они все у нас слои будут векторные, здесь начинаю называть, можно сверху вниз, можно снизу вверху, то есть, логика тут должна определенная быть, например, у нас будет стопа, ну, назовем ее foot, она может быть один, может два быть, может left, right, может front, back, ну, то есть, зависит от того, как вы это организовываете, в своей библиотеке, единственная, конечно, особенность там, скажем, Tung Bum, это то, что он плохо дружит с кириллицей и вообще с, ну, с кириллическими именами, поэтому единственное, что допустимо вот в последних версиях называть по-русски, это делать какие-то комментарии, сноски писать вот уже здесь, то есть, для аниматоров или для других ригеров. Ни в таймлайне, ни в цветах библиотек лучше кириллицами пользоваться, хотя потенциально можно цвета называть, например, как это, ну, на русском языке, но лучше, лучше так не делать. Вот, мы назовем foot 1, вот, и нажимаем enter. Он, значит, создал слой, вот здесь вот в таймлайне видно, здесь появился этот кубик, но при этом панель вот эта вот не закрывается, что очень удобно. Вот мы продолжаем. Лег 1. Нажимаю enter. Следующий, значит, tail, хвост. Можно писать латинице, можно на английском чисто переводить. Я иногда словарем перевожу название, ну, просто чтобы это занудство, конечно, но бывает, что даже у нас в России некоторые части проектов передаются иностранцам, вот, и иностранцам удобнее, конечно, на английском работать. Так, значит, arm, 1, enter, hand, 1. Хотел обратить внимание, что я не делаю здесь сразу обе ноги или обе руки. Дело в том, что все, что у нас зеркальное, то, что у нас в двух экземплярах, оно можно, его можно в риге сделать один раз, потом просто обзеркать. Так, дальше назовем это голова, рот, щека, ну, поскольку их две, можно там, ну, ладно, пусть так будет, пока, возвращаться, назначить, глаз, зрачок, пятачок, ну, пятачок у нее, в принципе, на месте, можно, в принципе, сделать отдельно. Мы назовем это nose, потому что я не знаю, кто там по-английски будет, пятачок, напишите так, вот, и ухо, можно тоже один назвать. Вот, собственно, это все элементы, которые у нас будут фигурировать при создании, ну, создании вот этого свинки. Вот, дальше можно закрыть, здесь, поскольку все вот так вот слоями накладывалось, можно это немножечко почистить, таким образом, то есть специально есть возможность регулирования всех этих нотов, группировки их и так далее. Вот, вот эти вещи у нас относятся, это фон, это референс наш, который здесь. Вот, и нам необходимо сейчас просто отделить вот эту часть вот от этой, то есть как мы это делаем? Мы создаем, все это помещаем в группу, вот, то есть мы это создали в группу, в группе можем назвать пеппа. или принято еще пеппа-джи, чтобы понимать, что это группа, то есть это удобнее потом в таймлайне находить, когда у нас на конце, где пеги ставится буквка п, а где группа ставится в педжи. Вот, а здесь у нас такая вот веселая, красивая история такая. Значит, можем сразу, в принципе, попробовать все это выстроить в рядок, как это принято в индустрии, в принципе. Вот, единственное, конечно, индустрия индустрия, но бывают какие-то пожелания, когда, например, приходите на какой-то проект, где там уже приняты какие-то условия игры, да, приняты определенные, как скажем, твыга, вот, и там приходится считаться с этим, поэтому все ваши крутации, все ваши умения, они будут недействительны, что ли, скажем так. Вот. Дальше, поскольку у меня персонаж, и я его буду иногда целиком перемещать по экрану, мне нужно создать общий пег. Пег — это точка привязки, которая является таким невидимым объектом, которым уцепляются все наши элементы. Да, здесь, прежде чем сделать, значит, начать работать с пегами, их делать, я все картинки, все картинки выделяю и лишаю их возможности двигать. То есть я делаю саппарат-мод, дровин и офф. То есть я, ну, это, в общем-то, первичная настройка, которая позволяет нам заготовить все изображения по одному виду. Вот. Самое важное, это то, чтобы отрубить у них анимацию, в том случае, если мы делаем анимацию на пегах. Вот. Нажимаю ОК. Это сразу применяется ко всем, ко всем этим картинкам. Вот. Да, надо сказать спасибо Toon Boom, потому что раньше вот эта фича, да, она была отдельным скриптом, и этот скрипт еще надо было суметь найти. То есть это была непростая такая история. Сейчас это просто перенесли в отдельную кнопку функциональную. Вот. И да, кстати, вот есть возможность есть редактор скриптов. Он позволяет сделать дополнительные кнопки себе или иногда там где-то использовать в анимации. Так. Дальше делом я создаю общий пег. То есть я, ну, я с клавиатурой работаю, я Ctrl-P нажал, вот, появился такой пег. Вот. Он выглядит зелененьким. То есть он зелененький. Вот. У него можно поменять название, там, например, создать что-то. Это основной пег. Вот. Окей. Вот. Я тут делал финтушами. Дело в том, что, чтобы не цеплять каждую ноду к этому пегу, а по отдельности, я просто сверху поставил над вот этим входом группу, потом сейчас я ее вырезал, скопировал, и все. И таким образом я не буду каждую эту ниточку тянуть отдельно в пегу к этому. Дальше мы делаем у каждого элемента свой пег. То есть я выделяю все объекты или таким образом, то есть Ctrl-Shift-P, или... Там есть какие-то вопросы-то? Лео, меня слышно? Которые касаются именно вот... Нет, нет. Нет, это я так. Это я просто для того, чтобы, как бы, пока сыпятся вопросы с этой задержкой, я буду делать, что-то рассказывать, показывать, потому что это такая необязательная часть программы сегодняшней. Это скорее я так уже просто развлекаю людей. Вот, поэтому можно какие-то вопросы задавать, и они меня, в принципе, я думаю, не будут отвлекать сильно. Окей, тогда я начинаю наш список разгребать потихонечку. Да, можно, в принципе. Я говорил то, что можно это, в принципе, совместить всю эту историю. Вот вопрос, который... по которому и я тоже, кстати, могу дать комментарий, и он даже в каком-то смысле, наверное, я считаю риторическим, так и согласится ли со мной, или я. Такая высокая цена, это по поводу курса. Из-за того, что вы покупаете программу для каждого ученика, я не могу не прокомментировать, почему высокая. эта цена держится в стандартных школе анимации, одна из самых низких. Ну, вот просто вопрос висит, надо его как-то прокомментировать. Я, к сожалению, вот ценообразованием я не занимаюсь на курсах. Дело в том, что я, ну, до последнего вообще не знал, сколько я буду что-то получать за этот курс. Я что-то так увлекся, так сказать, самой идеей этой. Вот. Я не могу прокомментировать, к сожалению. В общем, так мы можем сказать. Вы захотите на сайт нашей школы, заходите на анимейшн-скул, посмотрите там по курсам, по ценам, и видите, что цена стандартная, одна из самых низких по курсам. Ух ты. Вот это сюрприз, я вылетел. Я совершил сейчас самую большую ошибку, я не сохранил свой проект, как это, в принципе, должно быть. Но я надеюсь, что там будет автосейв какой-то. Вот сейчас, один момент. Вот. Изначально, когда просто садитесь за работу, надо сразу настроить программу, надо добавлять автосохранение, и с первого момента, то есть, когда, как только вы создали документ, сразу его, в общем-то, сохранять. Надеюсь, сейчас мне придется там все время переделывать. Вот. По курсу я, честно говоря, думаю, что я сейчас учусь у Ирины, да, меня, в принципе, цена устраивает. То есть, я зарабатываю, то есть, у меня есть время заработать, и есть время учиться. То есть, я не все время трачу на зарабатывание, чтобы обеспечить курс. так вот, что-то сохранялось, я сейчас немножко откачусь. Да, ну, а что отойду-то делаем? Вот 11500. 11500, да, я видел, по-моему, эта цифра была. За один месяц длительность, тоже стандартная, три месяца. Вот. Я не знаю, то есть, насколько высока цена, там где-то, может быть, в провинции, это может высоко оказаться ценой, да, вот я сейчас сам провинциал, я в принципе, ну, мне по силам эта цена. Но с этой позиции нам будет очень сложно анализировать. Я тоже сравниваю с другими курсами. Я, честно говоря, вот затрудняюсь, как бы, сказать, насколько она, ну, как бы это, ну, и тут вопрос в том, что знания, знания, они, конечно, дорогого стоят. Я просто могу сказать, что вот тот путь, который мне пришлось пройти для того, чтобы познакомиться с какими-то очень элементарными вещами, он был очень долгий, очень окольный, и, конечно, небольшие такие вложения, но я считаю, что это не очень большие, они, конечно, упрощают жизнь и делают, ну, этот путь короче и эффективнее намного. Да, по поводу софта Harmony будет предоставляться действительно. Ну, вот этот момент я бы уточнил, я у нас вот с Ириной, там, Дмитрий Канин, да, у вас там, у нас специалист ваш, он занимается модерированием, вот все вопросы, я думаю, что можно или как-то через него порешать, спросить и точнить. По поводу лицензирования я тоже вот, у нас лицензионная сейчас, да, программа, сейчас учимся, вот, в общем-то проблем нет, то есть дает ключи, мы работаем. Вот, как это дальше сложится, я не знаю, то есть там, насколько лояльно будет этот бум к школе и как-то все будет с классом, потому что они же капиталисты, все-таки, я же не буду там все время-то бесплатно все давать, вот, или это будет закладываться как-то, ну, я не знаю, вы экономическую часть, в общем-то, это попробуйте как-то уточнить с людьми, которые более компетентны в этом вопросе, потому что я говорю, я очень далек отцена образования. Еще есть какие-то вопросы? Я вот выбираю сейчас вопросы, которые действительно можно как-то отвечать, сильно не отвлекаясь. Есть ли система, какие есть системы организации Рига, какая самая эффективная? Ну, вы знаете, вот самый, наверное, такой вот более гибкий, это когда делается, делается на пегах, но при этом сами детали, сами детали, они трансформируются при помощи Envelope Deformer, то есть, вот тут, ну, в последних версиях появилась такая приятная штука, покажу ее прям, ну, я свинку буду собирать, обращу внимание, то есть, наверное, на этот момент. есть, что такое, программа волнует, по-моему, больше, чем я, то есть, она начинает вылетать, на самом деле, она довольно безобидная в плане вот каких-то, бывает у нее, конечно, заскоки связанные, например, когда перекладка меняется с английской на русской, и там начинается какой-то фейерверк просто, но это все лечится прям мгновенно, вот, но вообще программа стабильнее, конечно, я как-то с ней какие-то проблемы особо не испытываю, то есть, когда работаю, вот, она бэкапится хорошо, то есть, там, в общем-то, довольно, технически она довольно, совершенно, опять-то меня сюда забросил, ну да ладно, да, для интересующихся, нюансы связаны с параллельной трансляцией, может быть, из-за этого начинает капризничать, ну, возможно, может, у меня просто на пределе каком-то стоит, попробую что-то лишнее брать, но, в принципе, если вы там работаете, да, делается, включается автосейв, и можно там просто интервал сделать, там не 6 минут, там, ну, пусть одна будет, тут небольшая, как бы, история, она не долгом сохранится, поэтому, пусть лучше по минутам будет сохранять, я думаю, так будет менее, как бы, менее проблематично, значит, врать, налажливо, и, Complexaxe, включается на переход, то, помимо вас главное. вот это но я говорил про про рик до которые значит я участном примере свинки попросту покажу как тебя сейчас коллеги извините я наверно закрою что-то что-то лишнее потому что видимо компьютер просто уже не вставим переварить радость всю эту в крайнем случае если харма не совсем уж раскапризничается то мы можем отвечать на вопросы уже оставим попытки но можно да я нет вопроса давайте я готов что можете сказать про инверсную кинематику в тунгуме считаю что стандартная инверсная кинематика инструмент с голубым ромбиком пояснения немного кривая и это основной недостаток программ но дело в том что там есть такая вот старая фича это кости к такие они это не деформеры не кости деформера а именно вот такая такая вот даже не заказать какие-то какие-то 100 старый вариант костей а вот к нему цеплялась да то есть там можно было сделать инверсию но проблем в том что инверсная кинематика это же не панацея по большому счету да то есть это один из вариантов управления персонажем вот деформеры в этом смысле более более удобные более гибкие в том смысле что они позволяют чередовать то есть ты можешь инверсную сделать ногу инверсную и муж ее сделать обычно это будет все одна и та же нога просто на ней будут расположены разные деформеры и в зависит от того у тебя персонаж стоит или наступает куда ты ты можешь чередовать подставлять по пониматься там своевременно а вот это деформер и у тебя все будет нормально вот если говорить там о старых вот костях которые ты были они уже в принципе уже скорее всего не используется по большому счету то есть их можно использовать в какой-то механике поможет какие-то механические вещи может дать но я скажу для про производственного рига они уже не нужны особо вот сейчас я открою программа и просто покажу что я имею ввиду вот вы были вот такие вот кости вот вот это вот иконка такая типа такого летущего змея вот это как раз позволяло но на обычно вот перекладочную такую-то марионетку накладывать эти кости но они такие очень механические вот можно было наделать разных марионеток можно было который там на к полу привязана у кого-то к рукам и к руке к одной к другой привязанной то есть принципе тут можно было наделать на одну фигуру много разных этих систем костей и этим пользоваться но это не очень удобно что это такая история которая не особо удобно в производстве вот деформе конечно после появления деформеров все это будет более удобно стала более гибкая а вот и вот этот инструмент который вот собственно к кости 100 старой вот этой версии они конечно сейчас так не выдержит критики мягко говоря так 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 ладно я не буду сейчас наводить красоту здесь потому что это время занимает я здесь примерно все более-менее понятно я что буду делать то есть я буду группировать вверх и вниз структуру персонаж если немножко открою саму т.п. значит у нас есть ноги есть руки есть голова вот глава на ней больше всего элементов и я ее в принципе наверно первую в первую очередь сделаю то есть сохраняться будет почаще значит первое что там основной это у нас есть композиции которые у нас собирает вообще все то есть она такая является основным кирпичом который мы цепляем все 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 наши да слушайте коллеги я отчет какая-то проблема какая-то проблема возникла может быть может быть еще вопрос какой-то может быть лучше вообще отказаться от этого файла попробовать с нуля начать не знаю но там уже кое-что сделано я сейчас попробую его все-таки привести в какой рик примерно студенты должны получить в конце курса и насколько хватит этих знаний для входа в индустрию в знаете насчет входа в индустрии вот я честно говоря не знаю если такая вакансия от 2d риггер вот я меда вот так вот прийти на студии сказать я хочу вот на эту ставку вот скорее всего что нет потому что эта история такая сейчас она подполе но она такая вот специфическая обычно ригеров на студии пока не держит это или аниматоры которые умеют что-то там делать какие-то риги но как правило риги хуже получается вот либо это просто вот в частном порядке делать то есть или на фрилансе вот в принципе можно проситься на проекты иногда очень много довольно много кстати в последнее время особенно приходят просто просто заказчики говорят нам надо вот мой проект начинаем нам нужны риги вот таким образом все происходит вот можно я думаю стучаться на на проекты и я вот совмещают еще с анимации то есть я пробую свои силы анимации вот и делаю то есть немножко не меру это полезно с одной стороны понять как вообще эти риги работают вот не всегда со своими работами иногда там какие-то приходится и чужие риги делать смысле анимировать вот но всегда это полезно такой навык ну вот поэтому я то есть уровень и уровень какой то есть вы можете просто делать проект то есть вы можете прийти и сделать по анализе персонажа и начать зарабатывать его в виде виде такой как это марионетки правильный который удобно будет аниматор вот постепенно можно какие-то вещи прокачивать вот но соответственно просто в силу того что курс бесконечно да то есть какие-то вещи мы просто не успеем с вами отработать эти я еще не понимаю общий скажем так уровень какой будет я очень надеюсь все-таки чуть более продвинутый чтобы можно было что что-то что-то интересное больше рассказать более сложно вот сейчас я группирую голову я вот это вот вот эту трапеции это группа группа которые они не видны в таймлайне то есть они не видны на экране это просто именно для того чтобы сортировать по некому принципу логику вот этих всех not то есть в это вот и вот в эту композицию я собираю только то что относится к голове вот можно скопировать еще раз создаю к это будет относиться только то что я будет у меня носится к руке вот к этой я буду относиться то что у меня относится к ноге вот дальше у нас все это будет цепляться за то есть у нас весь сморильный персонажа у него с верхней части ниже то есть ножки мы делаем отдельно а верхняя часть она будет иногда наклоняться нагибаться зачем быть то есть мы соберем в одну общую структуру который у нас будет верхней части называться так переходим сюда вот и значит и голова и рука ногу не трогаем ноги как раз будут у нас нижняя и значит папа папа хвост и тело собственно юбочка вот вот и все это цепляем то есть у нас такая вот структура появляется здесь можно еще создать это будет верхняя часть тела поскольку у нас будет 2 нога появится то можно еще еще одно добавить композицию здесь у нас будет нижняя часть тела и здесь в принципе надо можно сразу отстраивать уже логику того как это все будет происходить ну то есть как как одно к другому относится то есть от частного к общему и в принципе есть общий пек который все это собирает и есть у каждого элемента свои петли ну вот дальше неплохо бы еще улова например собрать на отдельный пек потому что она будет флиповая то есть она по анимации она башкой вертит но у нее там нету например анфас она сразу переносит вам в профиля все своего можно я просто скопировал пик и поставил для того чтобы внятно было конечно желательно все все композиции не по дефолту оставлять название все-таки прописывать что это и как то есть я здесь вам задам вопросы есть какие-то до вопросы еще есть конечно ну можно вот по подсыпать потихоньку я я конечно это или стараться такой вопрос василий ознобихин осознаю вашу занятость но будут ли еще стримы и как часто и видео уроки от вас еще будут сам процесс создания какой-нибудь простенькой походки интересует например о знаете я вниз я так понимаю там про про канал мои какой-то намек вообще на самом деле то что связано со школой я пока не знаю что тут у нас будут но наверное будут будут какие-то может быть какие-то вебинары мастер-класс может еще что-то вот со временем а вот то что касается моего личного там вот канала я сейчас нахожусь довольно загружен в состоянии потому что у меня сейчас очень много времени учебу ходят вот но по крайней мере я развязался со своим старым ремеслом а я сейчас целиком полностью осваиваю это и конечно я так заглянул в бездну потому что связавшись с теми же канадскими специалистами да я конечно понял что я учет как ребенок вообще то есть очень-очень-очень много там всего и очень много нюансов и очень много вещей которые годами сама индустрия как популировала все эти вещи а вот и заглядывайте даже вот будущее имея опыт работы с нашими студиями немаленькими вот и даже зарубежная с украины из турции работала в белоруссии вот и сказать что конечно там прям прям космос впереди то есть там очень много всего и а я просто уже более критично отношусь конечно к своему каналу к наполнению к его и хочется сделать такому действительно более более обстоятельно что ли более может более полезно вот именно как процессом вот если говорить но я думаю будет ожидаться время то есть я сейчас может быть там к осени ближе закончу обучение вот и думаю что будет больше свободно времени эти коллегам которые могу потратить принципе вот на создание и продолжение канала это вот в идеале я хотел постримить какие-нибудь вот делами каких-нибудь ригов хотелось бы так чтобы делать посвистывая и просто получить удовольствие но и чтобы другим было это полезно вот как-то так если в harmony blending между анимациями по-русски но имеется ввиду смешение анимации когда можно частично частично изменения взять из одной анимации плавно чтобы они перешли изменения но дело в том что вообще если я правильно понял вопрос а то комбинирует эти вещи просто комбинирует сейчас я найду вопрос на что на самом деле он был развернут это я так самоуверенно подумал что сразу будет понятно там были примеры задающего вопрос я прошу если есть возможность продублируйте его пожалуйста чтобы я не искал я даже не помню честно говоря в каком чате он был задан а вам зато я могу напомнить что вы можете задавать вопросы в двух чатах наш в чате нашего youtube канал анимешин скола также в группе вк анимешин клаба где тоже идет трансляция нашего стрима а вот значит что произошло то что сейчас я делал я собрал такую предварительную структуру которая будет нашей будущей свинкой папы то есть вниз у нас этот композиция с середине картинки сверху пеги вот такой где сейчас мы будем делать будем добавлять деформера чтобы у нас этом приятненько гнулась при анимации в общем смысл какой у нас есть общий пик который двигает вообще всю фигуру дальше есть пека который собирает яла прямо отдельно сделаю чтобы был более наглядно там в сторону отведу вот это у нас будет нижняя часть собственно который будет состоять из ног кроме ног там особо ничего не нужно можно конечно под юбочкой сделать ну так на случай если она вдруг будет там наклоняться взад вперед или как-то там подпрыгивать чтобы не там какой-то тельце могло появиться но это в общем свинки по моему там это не используется вот то есть это у нас будет композиция с нижней частью тела здесь у нас композиция с верхней частью тела здесь вот она идет принимается к общем бегло вот и эта структура то есть обратите внимание то что картинки еще нет пока то есть я это все логику сделал собрал в самой ноги вот и дальше в принципе уже начинается такая более художественная часть этого исполнения вот здесь что нужно здесь можно выбирать отдельные свои работа по таймлайну и начинать уже рисовать вот но предварительно прежде чем начать рисовать неплохо было бы сделать библиотеку цвета так сейчас я уберу прозрачность вот у нас есть библиотека по называется по умолчанию все вот эти цвета прекрасно они удаляют сразу потому что если их использовать там как-то переназвать или еще что-то и вставить там другую сцену они могут конфликтовать с другими вот такими же с другими такими же которые дефолтно вот значит создается цвет вот можно вот такой режим выбрать а вот и здесь мы просто пипеткой выбираем себе подходящий цвет вот или делаем название скин например или body тут у него не суть дальше еще раз плюсик обратите моменту стоит я не закрываю панель кучу вот здесь иду вот делаю платье а еще раз плюсик и духом делаю выбираю линию я у меня хотел такой вопрос задать там не устали люди еще вот я не не очень занудствую с этим ригом может быть я не очень своевременно все это затем вот поэтому можно такой вопрос задать задаем ждем ответную реакцию с полминуты вот дальше по поводу вопроса с блендингом я нашел его хватит ли этих уточнений не знаю например есть контрол отвечающие за эмоции можно постепенно анимировать перетекание из одной в другую для рта также есть контрол отвечающие за движение рта при разговоре можно ли блендить две эти анимации ну да то есть это вообще во первых там очень по-разному все можно организовать можно сделать это сапсы то есть когда ротики там какие-то вот элементы которые будут меняться ручки эротики да они меняются просто путем перелистывания в библиотеке да вот есть вариант когда вы делаете на каждой вот эти подвижные части деформера и вы можете гнуть губы гнуть веки гнуть там пальчики то есть ушки гнуть то есть вы можете в принципе каждому подвижным элемент пределы деформер и двигать и тогда он будет собственно между двумя этими два ключа делаете в таймлайне как обычно такой программе мация между ними делается интерполяция или компьютер в принципе там рассчитывается перемещение этих деформеров и можно да можно делать очень гладкие вещи есть еще вариант морфинга то есть когда там делается морфинг анимации но обычно используется там при создании каких-то скажем эффектов вот и такая с ней надо уметь управляться тысячи вот не всегда она удобна для рек скажем так публика просит продолжать так ну если вот говорит то что я сейчас делаю я создаю библиотеки всю палитру необходимую тут слава богу что она не это не очень очень большая но бывает довольно проблем такие внушительные библиотеки цветовые вот так что легко отделать можно сказать так вот опять же то чтобы ускориться в работе я так ну вообще не закрывает у себя плюсик здесь добавляем панель открытая потихоньку 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 добавляю для тех цветов а вот а вот цвета кстати бывают не всегда вот прям на персонажа не бывать иногда отдельно палитры просто можно тоже таким же мам методом все это делать он просто тыкаю в палитру уже так ротик и ну для для ротик еще можно там есть у него есть открытый будет у них такие черные такие провалы там вот и свинки вообще этих персонажей мы сделаем такому это будет допустим lips а ну вот lips сделаем амов мы просто такое как он темно-коричневый там сделаем то есть любой цвет потом можно в принципе поменять да то есть его можно перекрасить и если вы например делали библиотеку да и потом вам нужно будет поменять цвет от режиссер вдруг решил что она не розовый будет а чуть-чуть пожелтее да и и все и капец он на самом деле просто берется библиотеке этот цвет выделяется меняется параметр и даже если у вас готова анимация со всеми ключами со всеми делами то есть у вас автоматически на протяжении все-все-все анимации все сцены будут меняться этот цвет то есть это не является такой большой проблемой дальше здесь есть так говорить о возможности программы здесь есть все необходимые инструменты для того чтобы создавать изображение на вот так сейчас немножко с композиции разобраться так сохранимся забываем сохраняться если если много работаете то потом очень обидно конечно переделывать все это дело вот все я вот до конца то есть как это выглядит вообще персонажа то есть он сгруппирован него обязательно вверху должна быть зеленый вот эта точка шум к ней нужно было пек отцепить вот потом я расскажу уже на курсе наверное тоже такие детали которые нужно сейчас вот это то что нужно было зацепить а значит здесь у нас библиотека и у нас основной есть вход порт входа и порт выхода то есть вот эти вот белые белые штуки это то что начинает и заканчивают группу вот и здесь это является верхней это является вот этим портом верхнем нижние нижний вот этот блок он является вот этим нижним портом вот дальше переходим в режим камеры можно есть еще режим окна рисования то есть есть такой режим дроби можно в нем рисовать в принципе а вот lightbox нам включать бы в принципе можно и в окне камеры рисовать все это дело дальше есть всевозможные инструменты для рисования это кисти карандаши и так далее то есть много чего есть вот я сейчас я рисую мышкой на самом деле у меня я от этого обычно я пользуюсь на планшете все это рисую сейчас просто мне неудобно потому что меня планшет это второй экран я просто не увидите что этом дело так вот я сейчас просто немножко уменьшу размер кисти так это у нас фут выбираем можно сразу цвет выбрать можно потом перекрасить при желании я сейчас не буду стараться очень сильно аккуратно делал чтобы не занимать ваше время на вам просто как некий принцип вы поймете так нарисовал ступню дальше можно взять инструмент крандаш взять инструмент скин и выйти где у нас слой фут так у нас делег вот слой то есть мы сейчас делаем ногу делаем так поскольку это линия карандашная мы можем в настройках поменять расспрашивает лучше делать рекой векторе или в растре узнаете делают и так и так она когда делают в растре вы должны понимать что ограничено экраном вы не сможете сделать какой-то очень очень большой зум либо вам придется несколько вариантов для переднего плана там для заднего то есть надо понимать что некий запас должен быть вот еще одна проблема растровых ригов то что они тяжелые довольно то есть если говорить об удобстве они прикольно некоторые смотрят есть там делать какую-то такую живописную историю да они будут смотреться хорошо но я говорю есть одно ограничение то что это будет проблемой потом при при работе с библиотекам скажем так потому что там очень тяжелые получится вещь то есть одно дело когда у вас там студии да и вас там централизован все другое дело когда у вас аутсорс и куча 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 людей которые где-то работают и кому-то нужно отправлять то есть это может быть так не очень просто скажем последствий так сделал я мог сделал сейчас я делаю тело вот для тела можно кстати использовать какую-то форму так заливку можно сделать с то есть а здесь можно синхронизировать можно расцеплять все это дело вот и карандашной линии я сделаю дресс-лайн вот и сделаю простую форму можно сразу залить вот работаем здесь как с обычно здесь хорошие векторные в принципе графика она такая очень в принципе понятно я то есть с adobe вот я параллельно работал мне в принципе было несложно перейти на это и конечно я довольно быстро flash разлюбил потому что я очень люблю векторные линии которые здесь рисуются вот конечно объективно моё я мне очень нравится просто как она себя ведет как она создается вот именно рисованы то сейчас это я простраиваю даром такая типичная вот а когда рисуешь с нажимом то есть карандашом или там кистью с нажимом вот то она конечно очень 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 приятно по ощущениям так добавляем толщины линии я уж не будет там до скальна ли все выдерживает тут у нас как бы не нет такой задачи так хвост но хвост можем сейчас сделать просто одной формы для просто возьмут эту линию перейду в картинку с хвостом сюда вставлю разверну вот по идее можно было ее закрутить деформером но я уж не буду тоже так это сильно заморачиваться с этим кто хочет может потом каким-то образом там это развить эту тему никто не подсказал маша байрон как менять размер кисти горячими клавишами передаю вопрос да ильхи размер кисти горячими клавишами но я например меняю а не горячими клавишами скорее то есть там плюс-минус да то есть как бы как на какой-то шаг что менялась я удерживаю клавишу клавиша о сейчас вот например у меня кисть вот чтобы не увеличить я держу клавишу о но у меня раскладка флешовой стоит то есть там несколько видов раскладок в настройках у меня вот под адоб флеша на сделано и просто удерживая курсор в рабочем усилия тянули туда или сюда в зависимости от того там толще или точнее надо ну таким вот образом вот клавиша о и таким образом держит то есть дальше она либо жирнее становится либо тоньше это самый простой способ я думаю что поменять вот я вам чаще всего пользуюсь пресетом то есть я заготавливаю я знаю какая толщина линии будет там персонажа например да да и в принципе даже просто когда рисуешь там анимации какой-то вот можно задать пресеты то есть у вас будет там определенный кисть определенная толщина определенного сглаживания и определенного цвета вот и вы прямо вот вот этот весь набор прописываете и дальше пользуетесь им уже просто тыкайте не не здесь выбираете кисть потом здесь цвета просто одну кнопку нажимаете у вас уже конкретно настроена как бы такая тема вся уже 5 тоже подсказывают клавиши те же самые что и photoshop и квадратный скоб не знаю квадратные скобки у меня это переключение по сапсу то есть я при переключаясь по сапсу я вот я может быть там я сейчас буду делать вот там тебя клавишу возьму вот я передвигаюсь я в библиотеке передвигаюсь то есть кадр меня библиотеки вот так у меня не работает это возможно там в другой раскладке или как там кто-то настраивает может себя я вот размер кисти я меняю вот при помощи клавиши о вот до делаем руку я просто копирует у нас голень который было потому что они по толщине и по цвету они те же вот всегда делаются прямые то есть если даже потом будет она согнута да немножко там это линия хвостик на вот этот вот или там рука вот так немножко с напоем с таким а вот это изначально делается прямые линии то есть не делается кривые так значит переходится вставляю вот и делаю руку но руку можно там на пальчики поделить можно не знаю там сделать сделать более сложные и там вот или там пальцы отдельно будет или на деформеры каждого и каждый пальчик поделить но тут такой тоже садачи будет просто картиночка такая вот я про сейчас это собираем переходим к голове вот я просто переном перехожу по по слоям просто двигаюсь там чтобы не пропустить ничего просто снизу вверх допустим так опять же вот ну у кому какие там особенности там в работе с вектором то есть вы можете применять там свой кунг-фу как в каком удобно на самом деле я просто делаю как вот может быть немножко побыстрее но в любой момент это всегда можно поменять от редактировать что то то есть это не является какой-то такой большой проблемой то есть это можно на этапе создания то есть поменять перестроить что-то еще что-то сделать так вот здесь у нас интересный момент у меня всегда нравился в дизайне этих ты свинки это то что у нас такого письма хрест идет такое очень очень узнаваемая эти персонажи поэтому его сохраним вот немножко выведем так создаем здесь делаем line skin line добавляем необходимую толщину и делаем за округление здесь у нас ниже чуть-чуть ну просто у нас все там было нормально выглядело так дальше можно принципе залить сразу дальше ушки можно например то есть я рисую одно второе я рисовать не буду я потом просто клонирую вот и чтобы у нас быстро все это делалось помпу и здесь есть одна хитрость то что у нас эти линии они должны быть сверху на голове при этом еще существует заливка и заливка она не должна перекрывать вот эту линию это такая-то отдельная задачка но я сейчас наверное и сделаю просто ушки поверху вот то как сделать уже вот такой вот правильную заливку я могу тоже как бы это как-то в рамках курс уже рассказывать потому что это уже такие фичи которые в принципе сейчас избыточна в этот формат так здесь мы делаем заливаем помню так есть ночью мы почти добрались чтобы нам тоже с носом побыстрее было я сейчас возьму кусок просто головы будут пятака просто его скопируем принципе а вот и когда просто делать вся работа там конечно желательно сохранять вот эту некую логику действия вот и я для себя как отрабатывать таким образом чтобы не было потом каких скачков в процессе что я имею ввиду я имею ввиду то что если вы рисуете то это нужно делать своевременно да то есть не раньше не позже вот если вы там удел структуры и тоже нужно заранее заготавливать чтобы по ней было проще это оформлять и отслеживать так здесь у нас не хватает крыльца этот . и по-моему даже у нас нету так еще раз создаем цвет это вопрос еще есть илья вы сказали что анимируете для себя василий ознобихин спрашивает все с куклами или классикой тоже занимаетесь знать я я примут очень мало месяц получается я я делаю вопер свой проект вот я сейчас на этапе такой экспликации скажем и создание ригов я надеюсь что я как-то его обнароду со временем и хочется какую-то команду найти вот чтобы его так ну сделать все покинутов приличных при качестве вот для себя я беру работу разу то есть я беру основном у меня нет возможности провод сидеть или себя рисовать да то есть то что тут семья и дети в общем которые хотят есть вот поэтому я стараюсь вот эти свои как бы скажем эксперименты и вообще просто разные виды работы братья в качестве это непосредственно каких-то проектов вот иногда что-то делаю да иногда я просто беру там покатить про текущие вещи какие-то дела бывают также вопрос где храните риги в одном проекте или для каждого свой проект а ну реки хранятся библиотеки тоже то есть после того как вы создаете все есть вот это вот библиотека а вот туда вы и собственно и сбрасывать но это локальная библиотека бывает студия где есть специальный там например облачные сервисы и вы просто скажем так храните в этих в облаках вот по тем канонам которые там в этой собственно студии принят вот тут все пропсы все серии и все это хранится ну соответственно так да еще отдельный момент это вот есть существует вот эти слои art layers так называемые то есть у каждого слоя графического него он еще поделен на четыре слоя вот и каждый используется для своих целей то есть line art он используется для того чтобы на нем хранить контуры color art он используется для того чтобы хранить заливки но он в нашем случае здесь очень простая вся эта история поэтому я не буду сейчас усложнять я вот только глаза разведу чтобы просто мы могли сделать маску у глаза вот значит что делаем дальше делаем зрачок а я же я же накосячил извиняюсь я сделал пепел он должен был сделать класс я просто скопировать элементы и перенесу их глаз слой с глазом а в пепел я вставлю вот она еще немножко набирать терпения сейчас уже мы будем фактически несколько штрихов и грек будет готов как ни странно то есть у нас несмотря на то что он довольно простой поэтому в общем то самая большая возня это с рисованием вот все остальное занимает не так много времени в общем сам сам организм ну то есть организм сначала организация важно да то есть у логика подумать вот а потом все это дело вот рисовать это трудоемкие вещи рик для данной модели я имею ввиду понятное дело что там бывает очень сложно там бывает голова просто просто взрывается потому что бывает очень очень как навороченные штуки когда особенно маски нужно перехлестнуть я какие-то сделать какие-то сложные там патчи сложные в общем сложные элементы сложно организован когда такое послание пирог вот основном связано конечно с масками так и у нас последний элемент остался это рот который нужно отрисовать и уже переходить к следующему этапу у нас рот да нужно следить еще за частотой линии конечно здесь очень важно чтобы на количество точек было оптимально причем касается и потом и деформеров которые накладываются вообще частота векторные графики она очень важна есть там моменты когда нужно добавлять наоборот . побольше чтобы при при анимации не было слома форма визуально вот ее в принципе на риге не должно быть то есть это она на рендере то есть когда выводится рендер там эти обычные слома не видно но аниматор особенно которые пугают об неопытные они пугаются вещей вот поэтому лучше сразу предугадать так что мы сделали мы с отрисовали персонажи можем кстати эту основу закрыть вот у нас примерно вот такая история получилась одна один глаз на рука так можно немножко попад подтянуть толщину линии в общем то такая вот заготовка дальше что мы делаем у нас поскольку мы на пеках все это делаем мы должны эти пеги расставить на свои места в общем так таким же образом можно сверху не селись снизу вверх ну чтобы это было чтобы ничего не пропустить мы расставляем точки привязки то есть есть специальный инструмент можно ли трансформацию вот эту взять которая двигает собственно предметы эти или вращение вот и вот удерживать от среди мы просто расставляем в те места которые потенциально будут у нас вращаться понятно то есть здесь в принципе лобки простая вот и в принципе его флэш это та же самая история то есть там у символа есть это . вращение . привязки так это у нас зрачок это у нас глаз а по умолчанию вот эти пеги они ставятся в середине то есть если мы возьмем сетку например включим у картинки то мы увидим то что здесь вот такая нулевая нулевая отметка по оси y по оси x вот и соответственно по умолчанию вот эти пеги они ставятся в этом месте так значит щека рот значит голова ну голова тут понятно да чтобы у нас она обращала все все элементы сразу сейчас мы скорректируем потому что у нас не совсем там правильно получилось пока пег общий вот так есть то есть соответственно можно кстати вот и чем хорошего этот инструмент тем что можно сразу протестировать в каком месте у нас находится в правильном ли мы поставили месте наш пег и просто сразу погонять посмотреть как она будет гнуть так еще есть какие-то вопросы может быть такой вопрос каждый деформер имеет свой отдельный трек на таймлайне чтобы до него добраться надо разворачивать все дерево ну есть очень много способов как анимирует то есть вам не нужно бояться вот того что это такое даже для сын кипет такой угрожающие структуры а на самом деле делается как то есть если у вас свернуто да все и вам нужно добраться до какого-то отдельного элемента там до руки например вы можете там клавишу нажать и он у вас откроет сразу необходимый элемент вот в таймлайне то есть он вам не нужно будет там выискивать все 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 где раскрывать и как все упрятную то есть это в принципе или вот клавиша наездить поисковик вот но обычно аниматор вот этим еще на позиции он уже мат или вот эта вещь вот можно какие-то вещи делать невидимым то есть вы можете какие-то вещи убирать и оставить только те слои которые работаете потом есть еще и чтобы пели например только пели у вас скрутились вы можете включать этот режим при анимации вот он режим трансформации включены вот этот режим он позволяет ну не заезжать в картинке то есть вы двигать именно будьте уверены что у вас именно пик будет двигаться вот ну как-то так вот на самом деле там аниматоры по-разному анимируют некоторые разворачивают некоторые вообще не разворачивают некоторые с клавиатуры работает то есть это вопрос такой сноровки у кого у кого какие скиллы определен вот я вот учусь там ирина голина и она она то есть она аниматор то есть она вот прям вот рвет эти риги прямо на части она может сама там что-то там создать своя да то есть она понимает как все устроено и и при этом если она счета там вдруг риг какой-то например не очень удобный для нее или там непонятный она просто но его разберет на запчасти как ей нравится или там просто поверху нарисует покадрово какие-то элементы вот и конечно меня это поразило я так в шоке иногда сидела как разбирала триги я просто ну просто брала и вот но на самом деле если это работает да если это дает результат аниматор то в принципе я думаю что можно отходить от трига это не такая уж и большая проблема то есть это уже это же вы получаете сцену и вам нужно в ракурсе поставить да ну а там например не хватает какой детали но дорисовать приходится на иногда аниматоры там что-то дорисовывать реально так значит сейчас я в нодовой структуре буду выбирать это я проставила все вот эти точки вращения которые касаются непосредственно каждого элемента да сейчас у нас есть более кто видел здесь у нас есть более верхнюю структура который собственно будет захватывать всю голову а всю руку весь верхний торс весь нижний торс и общий пик вот по ним я сейчас тоже пройдусь чтобы обозначить их да кстати можно например как делать можно брать в процессе анимации можно еще переключаться вот вверх-вниз по пегам просто нажимая 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 клавишу пи или там шифт партон б б клавиши б вот да кстати обратите внимание то что пеги в режиме рисования не видны то есть вы не сможете ничего с пегами сделать это чисто вот окно нарисование но так здесь у нас вот хайд мэй ну соответственно вот у нас весь пик который двигается всю голову так значит который целиком с руку и где тоже на месте вроде находится значит арм есть т.л. есть модеи вот и вот этот пик который у нас должен двигать все тело целиком верхнюю часть его вы там наклониться сделать вот и пик целиком для всего персонажа ну там есть когда вы там двигаете вы переносите туда-сюда он бывает и нужен так арм вот ну собственно наканное место дальше ты перед тем как мы будем начнем клонировать вот эти объекты мы наложим на них деформера формер в принципе такая непыльная работа то есть вы уделяете объект вы его ну как кривыми пользуйтесь или спокойно устанавливаете точки вот можно сразу все пройтись то есть выделяете объект вот тяните а да надо обращать внимание то что существуют различные виды тут как бы этих деформеров сейчас их три появилась бондеформер который делает коленочки такие суставы на суставы делят форму есть корз деформер вот в данном случае сейчас кера деформер я делаю и есть инвалиде уформер сейчас я вам буду тело делать я по нему расскажу так здесь мы наверное больше ничего не будем уж оставим так есть они довольно жесткий там по моему пониматься можно стопу сделать мягенькую чтобы она это такая была но в принципе я в основном на руках и на ногах покажу это будет достаточно так значит выходим в режим трансформации вот что мы получаем у нас есть рука которые пределы деформер вот и она позволяет нам вот эту ручку немножко загибать вот но чтобы у нас это сочеталось с ладошкой что чтобы у нас ладошка не отлетала при каждой при каждой трансформации деформера мы же нам желательно ее прицепить также касается этой ноги вот но для начала я сделал еще тело то есть я выберу тело возьмем так как формирующего не это не пересердствовал с этим мастер-класс так вот я взял инструмент develop deformer он позволяет нам сделать замкнутую замкнутый контур даже можно вот так он сделать вот он делает deformer замкнутым чего раньше там в ранних программах этого не было то есть это такая фича вот по моему по моему там с 15 что ли появилась вот вот то есть а фактически мы расставляем точки там где у нас такие вот узловые моменты на самой форме на этой вот и это потом можно немножечко таким вот образом трансформирует то есть можно немножечко там какой-то нахлёстик сделать какие-то вот эти доводчики какие-то приятные так то есть это чтобы оживить вот эту типичную такую марионетку вот следующий этап это мы делаем уже можно в принципе сейчас доработаем вот эти руки значит для этого нужно перейти в модюн так сохраняюсь на всякий случай хотя у меня там сейчас каждую минуту сохраняется но на всякий случай еще раз сохраняюсь многие это звались сказали что живые живые это отличный раз за вас я прям от я переживаю потому что это ну такая нудятина мне кажется для кого-то может казаться я потом так что для того деформер значит у деформера можно добавить такую вещь как называют козлым кинематик аутбуд вот сейчас я над лайбрари и а сделаем ее она это все от этого . с которым мы начинали а керф это . который вот крайне будет в этой композиции и проводим вот такой вот в общем то есть это группа самого деформера вот проводим и у нас здесь появляется такой элемент и здесь также в руке также кинематик под тоже привязываем к керлу и возвращаемся и наша задача зацепить вот он то есть что происходит я всю эту иерархию перенес на деформер то есть я при управлении положением кисти будет делаться через деформер и потом можно будет в принципе если там нужно чуть-чуть крутануть саму кисть или саму стопу то есть это можно принципе довести будет как бы это уже то есть что получилось у нас ручка привязана к деформеру вот и если надо там еще в процессе анимации мы можем там саму руку еще крутить как нам удобно то есть в принципе это такая вот сам простая вещь вот а после того как мы все сделали нужно заниматься тем что планировать элементы вот вот рука здесь есть очень приятная вещь клонировать только элементы только картинку вот дело в том что есть клоны которые они полностью повторяли изображение и полностью все деформеры и когда вы например что-то анимируете там двигать это у вас и и анимация повторялась вместе с действием так то есть вас полный клон получался сейчас так тоже можно делать но данном случае нам необходимо вот именно второй вариант который позволяет используя только картинки но с уникальным с уникальными пегами с уникальными всякими так даже можно свернуть на верности дубликать так так вот дело и значит хвост пусть хвост будет мы его не будем деформить вот ухо учу есть то есть и не будем тоже во особо-то менять потому что он там мало антифицируется так будет где-то здесь по моему картинку включить чтобы это точнее так сказать попасть в нужное место вот и остается глаз с глазом тут какая история то что у нас есть вот этот зрачок который будет перемещаться сейчас он находится у нас поверх глаза и соответственно неплохо бы ему приделать какую-то маску который будет его прятать если она вдруг начнем закатывать глаза вот в принципе можно не доводить конечно там аниматру сказать а я ей только вот так он доводит но не будем мучить и сделаем все-таки все по уму значит опять же идем в новую структуру здесь находим где у нас на глаз наш вот он и вот класса а вот зрачок дальше как и вспомните я делил по слоям то есть у меня контур глаза он находится в лаер арте а основа в контур в этом в колор арте то есть белок сам вот перехожу в значит в библиотеку этих элементов но двух здесь мне понадобится картер и здесь мне понадобится слой которые называется или можно здесь в поисковике а вот кстати это вот она такая страшная картина чего здесь творится да вот на самом деле в ригеру там половину не нужно большому счету то есть там очень много элементов которые связаны например с частицами то есть это скорее частиц нужны для тех кто там композом занимается или там для освещения для каких-то там эффектов типа размытия то есть мы большинство этих вещей на риге просто не нужно так не нужно еще color art то есть что он делает этот модуль он просто выводит из вот этого глаза один непосредственно слой которая будет являться маской маской для для глаза кстати тоже имеет смысл делать отдельную композицию вот то есть чтобы чтобы это потому что глаза 2 и у них там бывает очень сложно это все устроено особенно если опять же там какие-то ресницы отдельно двигаются если двигаются ну как-то веки но отвеки так вот примерно такая структура то есть мы не через через кола art выводим нас сделаем указан что это маска вот скорее всего нужно инвертировать смотрим что получается вот ну есть небольшой косячок то что у нас съедается то есть у нас контур на линии она проходит по центру вот этого вот этой линии самой то есть контур сам поэтому а маска действует только до хряща вот до этого до основы кривой вот чтобы у нас была полноценная вот эта линия мы возьмем опять вернемся сюда и и уже то что у нас здесь было прятано в слой line art опять же найдем модуль подходящий который у нас будет вводить только вот этот слой line art вот опять же я увожу из этой системы и ставлю поверх всего то есть тут какая система чем левее тем ближе тем выше будет по структуре то есть тем более заметно чем чем проверить тему дальше будет слоях а вот то есть это будет вот так то есть я line art вывел наверх и он перекрыл вот это вот врачок вот собственно и и все пожалуй дальше можно что делать она еще глаз-то надо скопировать да это еще сделаю глаз так же делаем да вот у него какая там проблема произошла но это сейчас мы справим то есть это проблема которая связана с тем что там скорее всего структуре поменялись поменялись какие-то элемента логике по своей так да мы скопируем каттер а я помню что произошло я сейчас немножко откачусь это будет наверно проще и быстрее то есть он сразу все нам скопирует как надо сейчас берут это последнее клонирование вот и сделаю что то есть я сделаю просто привяжу классы у меня будет общий пик для всего и для зрачка и для тогда будет уже более более грамотно вот да и кстати то что когда будете делать какие-то риги то важно тоже вот так вот понимать по каким причинам происходят какие-то там глюки или какие-то сбои вот сейчас по идее я вернусь в камеру то скорее всего нужно просто подвинуть и все да вот все под маской все находятся вот и дальше это что она там делают то есть на общий пик клавиши бы я выбираю вот она вот это бегать вот и дальше можно уже добавлять вот здесь библиотеку в таймлайне это обычно делается то есть вы делаете дополнительные кадрики там щуренные глазки закрытые глазки ротики открытые закрыты то есть вы все это делали подливать ручку кулачок ручку такую ручку сиху вот ступни можете какие-то там поднавернуть то есть по идее в общем-то такая базовая история закончена дальше как правило там все это передается аниматору но здесь еще можно быть вот поставить например туфельки туфельки повыше вот где у нас это вот просто поменяем местами и у нас туфли перейдут они будут немножко выше вот вот таким образом вот но это очень простой рик то есть это рик который по сути такой прям прям очень базовый да то есть он скорее всего проекты свинки пепа они делаются наверно каком-то более простом софте то есть а для этого хармоника бы не нужно вот но тем не менее можно даже такие вещи вытворять и и более сложно вот и как делать более сложные более там навороченной линии я вот хотел рассказать как это будет на своем курсе вот надеюсь что я не сильно много занял ваше время надеюсь что для вас было познавательно вот и что у вас на курсе кто хочет вот буду делиться секретами буду делиться умениями и желаю вам всем успехов так но у нас еще осталось несколько не разобранных вопросов сейчас мы наверно быстренько про ним пробежимся чтобы уж люди не зря ждали какие особенности у рига для хибрид анимэйшн что учитывать при создании можно вообще кратко на этот вопрос ответить а хибрид это что имеется ввиду это имеется ввиду просто разные применение классической и не классической анимации или что нет свином так просим задающего если он у себя просто я у людей какая терминология современная какая-то англоязычная еще какая-то я не не я не то что я не понимаю слова я понимаю слов я просто чтобы понимать то ли я не веду как работать с аниматиком лучше импортировать его лишь как набросок и всю работу делать хармони или в storyboard про досконально делать анимацию а в хармони цвет и эффект ну аниматике то они добавляют то есть в принципе на студиях то как вы же получаете аниматик и вы работаете с ним вот и там как заведено у кого и тут по-разному очень обычно аниматик он вставляется в сцену вот и по нему делается layout более того сначала а потом уже но идет работа уже непосредственно сниматься то есть там вот так как бы есть некое разделение вот как вам в частном порядке я не знаю мне например нравится если я делал какие-то проекты которые не скажем так не производственные вот я люблю в автомобиль storyboard делать раскадровку вот я ее делаю и потом как бы вот от 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 весь тайминг значит отрабатываю то есть как что у меня на какую сцену ложится все картинки там вот эти рисуют такие скетчевые естественно такие очень простые вот и а после этого я просто сохраняю всю эту историю в виде проекта тумбун он сразу бьет на нужные сцены со всеми нужными библиотеками цветов есть там какие цвета закладывались например что ли бардерной обычных нету да то есть обычно для тебя делать но по крайней мере весь аниматик с озвучкой в виде готовых сценах в виде готовых проектиков таких маленьких он создается на на компьютере это очень удобно то есть потом берешь сценку и просто и и напиливаешь можешь отдать ее кому то есть это уделить с кем-то работу с вами да вот уточнение по поводу гибридной анимации да это имеется ввиду соединение техника до рисованная с перекладкой сочетается ну а тут я говорю то есть никаких проблем нету взять перерисовать руку да то есть нет никаких проблем взять какой-то могут выражением глазки десна ты с обычно про это же это лимитируется все то есть там от себя тина как правило вот есть и гайдбуки всякие есть определенные установки как не потерять форму персонаж да то есть это вещи но они просто прописаны для аниматоров как не кисло правил вот я бы сказал что возможности есть и делают и дорисовывают что-то и если там нужен ракурс а его не вывернуть при помощи рига ты просто мы просто берешь кусок рисуешь все проблем с этим нету вот и считается то есть обычно тоже там если брать такую западную индустрию то например есть ручка да вот где в но двух системах у нас тоже так же кстати можно клавишу нажать вот у нас ручка да обычно это все можно еще в группу прятать вот и сделать такой ну как бы такой блок экстра называемый то есть можно отключить все все видимость руки и в этой экстре там уже нарисовать какую-то свою руку ну например она там какой-нибудь делает не знаю там как это называется то бы быстрые 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 разбитые движения как он называется из главы вылетела ну в общем вы можете туда нарисовать свою руку то есть просто рисуете свою руку да я сейчас немножечко поправил ноги дело в том что поскольку она наступает вот у нее . привязки должны идти не от бедра вернее делают два варианта делают от бедра вниз до сюда и делает от ступни вверх вот так данном случае чтобы она нормально наступала вот я то есть перенес реформе то есть а все эту точку принес сюда но если сейчас смотреть то у нас движется наступание привязаны не ко всей этой точке а кирову потому что я сначала делал кирову привязывал вот чтобы у нас это по нормально все это собралось мы опять немножко вернемся это у нас ноги олег вот и мы не к керу привязываем а ковсету так и вторая нога также вот в общем есть конечно нюансы которые нужно знать которым нужно понимать как все дело это все конечно бар большими большими так сказать временными затратами для меня это обошлось все эти поиски вот сейчас можно в принципе там сделал приседания сделать походку уже не не как бы без мучительных действий то есть все это ты надо присесть она сгибает ножки дальше мы выделяем верхнюю часть торса вот по собственному можем и посадить там там и соответственно нужно уже выставлять позинка есть то есть там и там наклон головы что-то что вжималась какие-то ручки этом он пользоваться ну это понятно это же такая работа сниматься больше вот что-то еще вопрос как я должен сразу сказать нашим зрителям спасибо за вопросы я больше не смогу наверное принимать их сейчас нам нужно успеть ответить на те что уже есть какие расценки на создание ригов но тут у нас рыночные отношения я даже не знаю там как это можно вообще-то оглашать но на самом деле можно зарабатывать и это можно зарабатывать даже больше чем занимаются аниматоры среднем зарабатывать скажем так просто у аниматоров у них больше работы в том смысле что они всегда обычно пределем вот а ригеры они сделали рик и все и до следующего до следующего сезона или до следующего серии там вдруг там появится какой-то новый персонаж то есть ликер загружен конечно да но такая него такая булку более более спокойно что и работе более размеренная вот в отличие от аниматор который мы прям о том же сериале сидят вот а про сцепкам ну это как договаривайтесь это может быть там и 35 тысяч может и 20 50 то есть но это очень сильно зависит конечно от сложности рига от количество количество библиотеки какой вам придется делать от того что как вы свое время цените какой у вас уровень и этот тут вопрос индивидуальный то есть называйте цену исходя из того сколько стоит ваш час подумайте сколько у вас займет время три попробуйте сначала ну попробовать надо это конечно опытным путем то есть это надо делать смотреть и исходя из этого будут формироваться ваша цена уникальными вот здесь в общем то нет предела определенную естественно вы за миллион не продадите рик то есть он никто у вас не купит того вот за 1000 за 10 я думаю что то можно до 20 ну что-то должны предложить интересные выше это уже должно быть экстра класса это уже такие но серьезно работа которая скорее всего вам придется делать где-то на зарубежных проектах ну я могу сказать что больше большой раз просто довольно по ценам ведь я так условно сейчас называем я говорю вилка там где-то может быть 35 тысяч начала и дальше там 1050 что кончится это так вот по рынку если вы на пузе у пеппы было что-то нарисовано то как на это воздействовал бы деформер и настраивается ли это воздействие ну вот здесь у нее платится подвержена изменения вот при помощи вот этого деформера в принципе если бы там какой-то был там полоски нужно было бы там вот какой-то как-то текстурка какая-то да пуговички там какой-нибудь может быть тут складочка с пуговички там воротничок еще что-то то в принципе это можно упрятать также по такому же принципу как я делал зрачок да то есть это делается маской вот и то есть вот этот деформер он не будет задействовать то что-то внутри находится хотя то что внутри его можно будет там подвинуть чуть-чуть сквошить растянуть можно там своде форме положить на внутреннюю вот эту часть там вот можно сделать свою библиотеку для вот этих паттернов которые три текстура просто путем подбора библиотеки их менять то есть ну подход может быть очень разным для смены ракурса для анфаса персонажа это отдельный рик ну вообще делать вот как я показывал в начале то есть там делается вот эта вся обкатка полностью да то есть разворот на 180 или там 360 по-разному тоже кому-кому что надо вот и то есть это все делать сразу здесь на библиотеку вы можете сохранить все сразу и по отдельности каждую каждое положение то есть бывают где-то в сцене вам не нужно всю библиотеку сразу тянуть со всеми разворотами вот его вас там диалог происходит и только в одном ракурсе персонаж что-то говорит но свинка папа для этого не очень характерно потому что она просто у нее вся анимация вот головы например она происходит вот так то есть она она же там у нее нету как бы такого четкого разворота она не очень характерно для рига скажем делается отдельно потом голову можно сделать разворот разный то есть кладется библиотеку и потом каждая голова при необходимости подставляясь то есть у вас тело например в профиль а вам нужно немножко в три четверти головы и и просто старый убираете вставлять в библиотеке вот и самое главное там это все организовать таким образом чтобы у вас цеплялись эти потом элементы чтобы они не конфликтовали этот наверно сам такая тоже сложная задача при создании библиотек чтобы все это правильно организовать и чтобы это не вызывало проблему аниматоров потом и тех кто блэй аут собирает если возможность ограничения движения в риге там что блокить в обратную сторону не гнулся ну вообще есть конечно ну не знаю обычно ну я не знаю вот 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 если вот так вот вы как бы наломаете да вот этот деформер ну понятно что что то не так да вы все равно по и полезете разберетесь и сделать какое правильное движение вот в принципе можно делать ограничения можно ограничение делать деформеры и на а вот если у вас там из отдельных элементов состоит какой-то вот ну допустим рука на кисть чтобы она вот так не загибалась можно сделать ограничение чтобы у него определенный угол здесь был только заложен какой можно сделать но не знаю вот вот это лишняя морока для ригера и как правило то есть такая но забота не нужно вот и да кстати вот раньше вот это вот когда у кости вот эти вот такая костями прекрасными все это делалось инверсной кинематикой там про вся кинематика то вот у них было большое значение какого какой угол задавать у этой кости вот это было важно потому что из-за этого просто ну ломалась фигура это очень было важно вот она деформер как все более гибкой и в общем-то голова не болит обычно то есть ты пользуешься и все то есть ты ведешь это то есть все все как бы это довольно комфортно никаких проблем с то что куда-то улетит нет вот если что-то улетает конечно желательно знать почему как зачем то есть какие-то факты появляются при технических там воздействиях то есть это нужно конечно знать но это опытным путем это просто делать смотреть чуть-чуть выходит нужен опыт конечно для всех желающих его приобрести для всех желающих изучите 2d риг в тунбун в тунбун хармони напоминаю что 4 4 мая 2019 года стартует курс 2d риг в тунбун хармони преподаватель илья яськов в этот момент он добавит к своему послужному списку еще и такую должность как преподаватель онлайн школы онлайн школы анимейшн скул приглашаем всех желающих а я благодарю всех кто участвовал в нашем стриме и в качестве зрителя и илью яськова как спикера нашего сегодняшнего стрима благодарю режиссера нашей сегодняшней трансляции максим шиш как всегда был им напоминаю вам о том что вы можете поддержать наш канал поставив лайк и если вы смотрите его в записи а запись этого стрима появится на нашем youtube канале анимейшн скул после завершения стрима то пожалуйста можете также оставить комментарий свой помогал озвучивать ваши вопросы сергей суслин до следующих стримов всем пока всем спасибо всем пока спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok